здравствуйте добро пожаловать на канал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков а теперь давайте приступим к изучению 2 3 часовой лекции это вторая часть стресс-устойчивости которая посвящена практическим знаниям и навыкам как каждый день день за днем работать когнитивно-поведенческой парадигме работая с вашими неврозами и с вашими вегетативными состояниями если вы не посмотрели первую часть которая находится рядом с этим видео не смотрите эту часть номер 2 вернитесь к 1 отработайте ее и только потом переходите к этой второй части в этом уроке вы узнаете об убеждениях вы узнаете об ускажениях вы узнаете о стратегиях и о том как выглядит рациональное мышление неправильное а рациональное объективное благодаря этим двум частям вы научитесь понимать когнитивный подход дальше необходимо уметь применять эти знания локально касающиеся вас обязательно посмотрите следующее видео обязательно посмотрите видео которое называется почему именно у вас невроз она тоже находится на этом канале приятного просмотра останавливайте видео жмите на паузу выписываете то что вы поняли выписываете какие-то вещи которые вы хотите детализировать вконтакте вы можете найти книги которые можно скачать абсолютно бесплатно это фундаментальные учебники по когнитивной терапии я не хочу чтобы когнитивная терапия была закрытой закрытым клубом для избранных мы хотим чтобы когнитивная терапия была доступна к изучению но суть психотерапии заключается не только в методологии суть психотерапии заключается в умении пациента применять знания локально к самому себе одних знаний недостаточно смотрите первую и эту вторую часть внимательно и действуйте всем привет доброе утро добрый день мы продолжаем нашу вторую часть вебинара по стрессоустойчивости я немножко задержался пытаясь объяснить людям что ссылка та же несмотря на то что я вчера специально об этом сказал но я достаточно за пять лет уже на эти привык понимать что люди будут спрашивать одно и то же люди будут задавать одни и те же в общем то вопросы сколько бы я раз не повторял все равно найдется тот кто задаст его трижды это нормально абсолютно просто это немножко отвлекает порой сбивает с какого-то новых направлений новых тем постоянно слушая вопрос а 2сд точно не умру а точно и вот постоянно приходится поворачивать назад повторяя все данного и конечно это требует достаточно рационального подхода и рационального взвешивания чтобы понимать тех людей которые ничего еще об этом не знают и те же и и одновременно что-то говорить новое помогает развивать уже имеющихся клиентов тем более конечно возможно есть те кто до конца не смог присутствовать несмотря на то что я там видел что в полном объеме все присутствовали сегодня будут не все присутствует что тут есть мои ребята из групп и не все хотят это воскресенье посвятить когнитивной терапии тем более не в группах она будет до февраля где-то вот соответственно я думаю что сегодня будет чуть поменьше народу но основная масса людей захотят посмотреть этот вебинар в записи напоминаю что запись вчерашней первой части уже доступна вот единственное что я к ней прилагаю вебинар по стресс по этой самой как его по самооценке и по публичной критике публичным выступлением это те последние два дня которые были я думаю что если посмотреть этот вебинар и посмотреть предыдущий вебинар по самооценке в принципе можно обладать достаточно широким знанием широкой практикой что надо делать и как воспитывать и как не воспитывать и как сегодня мы будем заниматься практикой когнитивной терапии что делать каждый день непосредственно если у кого-то в голову потом придет гениальная мысль о том как вылечить везде здесь наверное я уже руками разведу и скажу что наверное я не компетентен вам помочь потому что объясняя одно и то же судя по всему вы никак не можете уловить историю про везде может он хочет про везде спросить что там лечится все еще от чего-то от симптомов да я напоминаю что у вас нет симптомов симптомы это жалобы или критерии жалоб диагностированной болезни невроз это эмоциональное нарушение который как раз жалоба является жалоба уже поняли что у невроза и тревожно-фобического генерализованного панического в жалобах есть жалобы на жалобы переведу есть жалобы на то что человек жалуется на субъективно плохое самочувствие вот жалоба на субъективно плохое самочувствие Жалоба на прислушивание Жалоба на вегетативное Плохое функциональное регулирование И будет жалоба Как одна большая жалоба А не то, что есть какой-то симптом У меня вчера в левой пятке что-то стрельнуло Это симптом или не симптом Вот такого дебилизма в интернете очень много Люди считают, что то вегетативное, что у них происходит Это некий симптом Чего? Вопрос Это не симптом Это проявление напряжения Проявление напряжения, а жалоба на тревогу Прежде всего за здоровье На прислушивание, на тревогу На Своё состояние Good Хорошо, ну что Давайте подытожим кое-что со вчерашнего дня Вчера мы с вами рассмотрели базовую концепцию О стрессе и о стрессоустойчивости Я напомню, что основной постулат философии рациональной мотивно-поведенческой психотерапии Когнитивно-поведенческой терапии в целом Заключается в том, что нет ситуации, есть наши отношения Именно на этом постулате основываются методы самоконтроля первых лиц компаний, системы управления эмоциями в основном, которые я продвигаю в своей жизни и в своей работе Это то, что на самом деле, как вы видите на этом слайде, помните шаг номер один Это научиться понимать, что все ситуации и все слова, они априори не эмоционально окрашены Вот это всем удалось запомнить со вчерашнего нашего дня, ребята, котята Что слова, поступки вашего мужа на улице и так далее и тому подобное Они изначально не эмоционально определены вообще Получилось вчера вечером что-то за собой понаблюдать? Какие-то ситуации, потому что мы сегодня будем практиковать много Я буду показывать практику Получилось ли что-то понаблюдать за собой? В каких ситуациях вы разозлились? В основном наверняка вы злились, да? Наверняка вы, скорее всего, раздражались Наверняка вас что-то бесило Что-то было не так, как вы бы хотели Ну, злость А потому что эмоция злости и раздражения Она очень легко определима в когнитивной терапии И тут для самоконтроля особо не нужно быть каким-то таким Она очень яркая Вот паника, вина, злость, агрессия, ревность Вот такие яркие эмоции, пагубные, патологические Они как раз очень неплохо цепляются в рабочей дневнике Я напоминаю, что мы хватаемся за страх Сильную тревогу За беспокойство, за вину, за гнев, за стыд, панику, ревность Вот за такие эмоции мы хватаемся И сейчас будем учиться дальше, что с этим делать Давайте дальше Второй шаг заключается в том, чтобы как раз научиться Не просто понимать, что сначала произошла какая-то ситуация в жизни Или тебе что-то сказали Ты это как-то оценил Благодаря семи убеждениям Напоминаете Давайте вспоминать Должествование, оценочное осуждение Катастрофизация, перфекционизм Чтение мыслей, невыносимый дискомфорт и обобщение Сегодня мы будем большую часть нашего вебинара Говорить об этих семи убеждениях Приводить философские эксенциальные тезисы О том, что эти убеждения нам дают И что они нам Что дают нам их жесткость И что дает нам их гибкость Будем философствовать и дискутировать Потому что рациональная терапия Во многом основана на диспути и на философии И потом ближе к концу Где-то мы зарисуем Некую методологическую схему С некоторым алгоритмом Который вам надо будет просто тупо повторять Каждый день Каждый вечер И здесь группа из 50 человек Ну, те, кто будут смотреть записи В общем, вы все разделитесь Как и все наши клиенты На две категории Вот я часто летаю в Петербург В клинику депрессии и фобии К своим друзьям и коллегам Вести там семинар для своих клиентов Я часто общаюсь с людьми, которых я помогаю обучать когнитивной психотерапии И у всех начинающих психотерапевтов Так скажем, еще у студентов И у всех в практике Много там ошибок бывает Чисто технологических Но самая популярная ошибка Даже у очень серьезных специалистов По этому вопросу одна Что Даже если психотерапевт стоит 5 тысяч в час 7 тысяч в час 8 тысяч в час 10 тысяч в час И занимается он когнитивной терапией Чаще всего Результатом Является тот фактор Что клиенты просто тупо забивают Вот здесь сейчас И сидят ребята из моих групп Я вам 100% говорю Что половина из них раздолбая Я официально это заявляю Потому что они только могут кивать Они только могут говорить Ага Но они приходят, сидят Смотрят, кивают Даже что-то понимают Но не делают Того самого главного Действа Или делают Но на отстань Не придавая этому Какого-то существенного Важности Делают они следующее У них есть домашнее задание Каждый вечер Садиться И заполнять свой рабочий дневник С проведенным Самоконтролем дня В ситуации Где они определенным образом Эмоционально Отреагировали И провести надо Технологическую Аналитическую работу С выявлением Автоматических мыслей И убеждением До возникновения Эмоционального состояния И с рациональным ответом Мы сегодня этим будем заниматься Хрен нас два Они это делают Они считают Что они выздоровеют От того Что они меня слышат Слушают В интернете Как будто Я должен прислониться Какой-то частью тела И что-то им сказать Такого Что они должны Что-то понять И после того Что они что-то поймут Их отпустят Вот у такой категории Пациентов Все очень печально В жизни сложится Потому что Они Вроде как Результат будет Таким Я вроде как Все поняла Но мне не легче А с какого-то Простите Рожна Тебе должно стать легче Конечно Роман Ты читал это В книге Альберта Эллиса Или в статье Которая Скопирована В фундаментальных работах Альберта Эллиса Что одного Осознания Того Что вы мыслите Иррационально Но недостаточно Самого Нахождения Даже Иррациональных Убеждений Должествования Оценочные суждения Катастрофизации Перфекционизма Недостаточно Чтобы произошли Новые навыки Новые изменения Новая интеграция Генерализация изменений Во всех сферах жизни И вот тут вам надо запомнить Что помимо осознания И помимо выявления Есть еще шаг третий Шаг третий И заключается в том Чтобы каждый вечер Садиться И каждый день В каждой ситуации Видеть как вы это делаете Видеть как вы это делаете Как я себя разозлила Как я себя забеспокоила Как я себя заревновала Как я себя вывела Не они меня бесят Не ты меня разозлил Когда мне клиент Ну клиенты так стараются Не делать Они знают Что я им скажу По этому поводу Но когда мои знакомые Или когда еще кто-то Говорит что Он меня раздражает Он меня бесит Многие уже Мои знакомые знают Что я их буду поправлять Я говорю Ты себя раздражаешь сейчас И вот на этом постулате Я рекомендую его записать С сегодняшнего дня С 20 декабря 10 дней до Нового года Пожалуйста Перестаньте использовать формулировку Ты меня бесишь Ты меня раздражаешь Ты меня злишь С сегодняшнего дня Прекратите использовать такую формулировку В эмоциональном понимании ситуации С сегодняшнего дня Вы говорите Я себя раздражаю тем Как ты себя ведешь Нет Неправильно сказал Sorry Я себя раздражаю пониманием того Как ты себя ведешь Я себя бешу От того Как я понимаю То что ты сказал Почувствовали правду сейчас Я себя бешу Собственным пониманием Того Что ты сделал То есть Человек что-то сделал Или что-то сказал Ты это воспринял ровным счетом так Что Это вызвало бешенство А не человек По умолчанию Что-то сделал Тебя это взбесило И вот эта тонкая прокладка Под названием Как я синтерпретировал То что сказал И сделал человек И является Важной Практикой Когнитивной терапии Потому что От этой тоненькой прокладочки Которую порой не видно И зависят все ваши неврозы Все ваши Гетососудистые Функциональные расстройства Депрессии И прочая херня Просто между ситуациями И между последствиями Она настолько тонко пролегает Что вы ее просто научились Не замечать Вам никогда С детства не говорили о том Что есть ситуация А потом есть ее осмысление А потом есть ваша реакция Вы привыкли Что это происходит автоматически Что-то случилось Это априори так-то Что-то произошло Это априори так-то Что-то сказали И у вас априори К этому есть какое-то отношение Нет Нету таких априорных вещей Все вещи Как вы видите на слайде Изначально нейтральны Но потом только Исключительно Вашим пониманием Как правильно Как неправильно Тому чем вас научили Собственно говоря Вот тогда Формируется Та самая Главная беда И чем жестче Вас научили Потому что вы не рождались С этой хернией в голове С этими убеждениями И чем жестче Эти убеждения Сегодня мы поговорим Об этом Чем жестче Рамки допущений Чем жестче Рамки Некой Норм И правил Тем Хуже УКР А практически Все тревожнофобические И расстройства Это все практически УКР Практически все В структуре Абсессии В структуре Фобии УКР Со структурой Ну где сейчас Даже дело Не важно Потому что Именно Рамочное воспитание Именно Оценочное воспитание Какой я буду Если Формирует Самый популярный Внутренний конфликт Неврозологии Называется он Обсихийно-психостенический Когда у человека Есть некие нормы И правила Это те самые Убеждения Как правильно Как неправильно Как должно быть И как не должно И какая она Если А еще у человека Есть такая вещь Которая называется Реальность Или которая называется Собственное желание Или потребности Или Обличение И вот он Начинает все это Противоречить Есть ситуация В которой Человек объективно Хочет поступить По-другому Ну пример Хотите Самый простой Вам звонят В воскресенье Утром И говорите Зина Выйди на работу Я что-то забухала Вчера в клубе Мне плохо А вы хотели В это воскресенье Провести день Спокойно Выспаться В кино Сходить Там я знаю Покушать С подругой Сходить И вы говорите Блин Вообще Ну как бы Не вариант Вообще Потому что я хотела Отдохнуть Но вы потом Думаете А если она расстроится Я же буду Для нее плохой Нет Я не должна Были мне плохой Чего я расстрою Она же так будет Так грустить будет И у вас начинается Внутреннее противоречие Вам с одной стороны Хочется сказать Зина Шла б ты лесом А Бухать надо меньше А с другой стороны Вы говорите Нет Я не могу И не хочу Так говорить Потому что Она расстроится И мне нужно выйти В итоге Вы выходите Потому что Ваше убеждение Оно вас пересиливает И вы злитесь Внутри себя На кого Как бы вы думали На Зину Или на себя Конечно На себя В данном случае Если вы не Зина В общем-то Поэтому Вы злитесь В большинстве случаев Вы злитесь на себя Знаете почему? Потому что Вы прекрасно знаете Что ваш муж Если ваш парень Долбою И вы это Прекрасно понимаете То злитесь То злитесь вы Не на него Злитесь вы На себя Потому что Это вы Продолжаете Тянуть Такие отношения С этим придурком Вы прекрасно Понимаете Что это не то Что вам уже Все подруги Сказали Что слушай Клава Ты что гонишь Блин Что происходит Ты уже Сама понимаешь Что это за херня Но ты все равно Тянешь Потому что У тебя есть убеждение А что будет Если А как он подумает А если он Расстроится А какая я буду А кому я будет Такая нужна Если я никого Не встречу Мы уже 5 лет вместе Что же тебе 5 лет Тря терять Да он дебил полный Но я же 5 лет С ним вместе Получается Сейчас 5 лет На смарку Вот такое Абсурдное мышление Заставляет тебя Удерживаться В ситуации Где в принципе Все уже через задницу Хотите я вам скажу Среднестатистическую Историю В Российской Федерации У моих клиентов Просто быстренько Вот так Чтобы вы просто поняли Она выглядит так Знакомиться Мальчик и девушка Просто вот Исповедь психотерапевта И мы начнем С убеждениями Хорошо Я думаю Вам интересно Мальчик и девушка Знакомятся вместе Они начинают встречаться Становятся парой Проходит некоторое время Они начинают Периодически ссориться Периодически Скандалы усиливаются Они начинают Расставаться На какое-то время Потом опять сходятся Проходят годы Они ссорятся Все больше И проходит Пять лет И они в какой-то момент Ссорятся окончательно Она понимает Что ну его нахер Это долбоеба Но в итоге Они все-таки Опять мерятся Потому что Он опять приходит И опять через месяц Все опять заново И им приходит в голову Гениальная мысль Что они начинают Так сильно ссориться И вот так уже Серьезно Все плохо Потому что Им нужен следующий шаг И это еще Родители Подговорят Вам нужен следующий шаг И вот этот Следующий шаг В развитии Отношений Которые уже идут Через задницу Это свадьба В итоге Родственники Собирают деньги Все берут кредиты Идет свадьба Значит Тратятся деньги Все хорошо Гуляют Бьют друг другу Морды на свадьбе Едят салаты Друзей Растаскивают По унитазам Все хорошо Как положено Проходит какое-то время После свадьбы Скандалы продолжаются Теперь только уже В формате Мужа и жены Она продолжает Понимать Что все через задницу И это не тот человек Вообще в принципе Но она понимает Что мы уже замужем И надо как-то Развивать отношения дальше Проходит еще 3 года Они ссорятся так Что она просто понимает Что все Трандец полный И тут им опять Приходит в голову Гениальная идея Что им нужен Следующий шаг В развитии отношений Ведь не просто Что они 8 лет вместе Им нужен ребенок Получается Ребенок Путем нехитрых Колебаний Органических тел Вообще Ребенок Дело не очень умное Не очень хитрое В плане физиологическом Действии Нет тут в этом Ничего гениального Выносить здорового ребенка Родить и воспитать его Гораздо тяжелее Чем его зачать Значит Соответственно И вот они рождают малыша Начинаются сложности со сном Сложности финансовые Бытовые Некое чувство несвободы Это усиливает напряжение женщины Усиливает раздражение мужчины Они начинают еще больше ссориться Начинают обвинять друг друга Во всех смертных грехах Ребенок становится неким мерилом Между мамой и папой Формирует чувство вины Потому что он не понимает Что происходит Причем здесь вообще ребенок Когда он только родился А он уже виноват в чем-то И вот с таким чувством вины И с таким криком Ребенка воспитывает Потом все-таки они разводятся Со скандалом И этот ребенок приходит ко мне На психотерапию Вот скажите Сколько интеллекта у этих людей? Вы не поверите Но у нас в среднем стране Вот так вот это все и выглядит Вот хочется вот так сказать Вот по-другому не скажешь И поэтому когда у Владимира Владимировича Путина Ему задают много вопросов Но он помудрее в отличие от меня Он так вам прямо не скажет Но так или иначе он косвенно намекает на то Что страна большая Люди разные Управлять ими тяжело И самое печальное в том Что интеллектуальное развитие страны В среднике Оно увеличивается путем развития интернета Путем развития социальных сетей Идет рост населения Рождаются новые поколения Поэтому социологический рост интеллекта идет в стране Но страна такая большая Что в среднике Средний уровень интеллекта Очень-очень печальный Именно из-за этого Из-за этой печальки интеллектов И формируется такое количество неврозов Такое количество проблем Такое количество сложностей в жизни Потому что у человека с интеллектом Хотя бы некому Среднике Не будет вот таких глупостей в жизни Которые потом приведут его К таким вот сложностям Поэтому психотерапия Особенно той, которой я занимаюсь с вами Вот мне какой-то человек правильно Очень написал на стене Я вот успел прочитать Что я не лечу людей Я обучаю людей Рациональному мышлению И люди сами себя вылечат Потому что с помощью рационального подхода Вы сами найдете решение Вы сами поймете С кем вам быть и с кем вам не быть И кого уходить С кем расставаться С кем наоборот сходиться Вы сами для себя все решите Главное это думать И быть рациональными В своих этих самых убеждениях И не создавать внутренние конфликты Вот мы сегодня по Вадиму Владимировичу Будем говорить во второй части наших занятий По поводу первых лиц компаний Особенно его два основных качества Вот здесь понятно Ребят Вот вы Может быть сейчас не так это ярко чувствуете Как я Но поверьте Я работаю 7 дней в неделю С огромным количеством людей По всей стране Я не говорю Что мои клиенты все тупые Вовсе нет Но вот в среднике То как я вижу Проблематику Читая контакт Читая свой гугл Читая комментарии в ютюбе Заходя иногда на интернет Какие-то порталы В целом я прекрасно вижу Что именно от нехватки Внутреннего развития Создаются все вот эти проблемы А нехватка прежде всего рациональности Поэтому давайте с вами тренировать Рациональное мышление Развивать свой интеллект Голову Это понятно? Чем занимается Ваш покорный слуга И чем занимается Рациональная мотивная психотерапия Это не лечение Это обучение Поэтому меня Мои коллеги Часто называют тренером И ребята Которые у меня в группе занимаются Они тоже видят Больше тренерский подход У них иногда Складывают странные впечатления Но это тренерский подход На выдерживание фрустрации Это тренерский подход На выдерживание критики Это тренерский подход На достаточно прямые Конкретные Жесткие вопросы Ответы Соответственно Мне одна клиентка Скинула когда-то Видео такое Шуточное Там значит Нагиев Из какой-то Отрывок Когда Нагиев Стоит перед рот И солдат И кричит Вы все говно Вы ничтожество Ну мы посмеялись Конечно с ней Но Собственно говоря Что-то в этом было Я тоже улыбнулся И она не такой Жестокий Как кажется На самом деле Просто у меня есть Некоторый стиль Который У меня внутри В плане подачи Рациональной терапии Есть некий результат Который этот стиль Дает И Есть четкое понимание Что Когда у человека Туго С Развитием Вот этих Рациональных способностей К мышлению Засовывать ему язык В анус Говоря о том Какой он молодец И поддерживая его Я не считаю Правильным Я считаю Что порой Человеку С иррациональными Убеждениями Очень важно Услышать В какую жопу Он себя Затащил Путем Глупого Мышления Путем Догматического Мышления Путем Мышления Абсолютно Иррационального Он Он Эту жопу Под названием Своя жизнь Может увидеть Только когда ему Об этом Прямо скажешь И покажешь Вот так вот Просто С другими методами С другим Подходом Скорее всего Его не увидит Это не увидит Поэтому иногда Приходится быть Достаточно эмоциональным Приходится быть Достаточно прямым Достаточно Жестким Достаточно Грубым Но порой Только так Можно Раскочегарить Людей В клиенте То Чтобы они Подняли Свою жопу С дивана И начали Что-то делать Вообще Окей Поехали Да Самый лучший фильм Наверное Хочется посмотреть Потому что Мне так отрывочек Понравилось Я вообще давно В кино не был Вчера попкорн Только ел А в кино Не хотел пойти Что-то Как-то Устал Я хотел Посидеть Отдохнуть Ребятки Ну что Поехали Берем свои тетрадочки Смотрим Что там у вас написано Если вопросов Промежуточных Не будет Давайте пойдем По убеждениям Гуд Всем понятна Суть Рационального подхода Это тренерская Обучающая программа А Еще один Нюанс Рэпт Чем он мне нравится Чем он Почему я практикую Пять лет Если кто-то Занимался Занимался ли кто-то Психоанализом Занимался ли кто-то Какими-то другими Методами Аналитическими Какими-то другими Психотерапевтическими Методами Своим терапевтом Психологом Вот кто Занимался Я хочу Сказать Что Чем в Америке Популярна Рациональная терапия И Бека И Элиса И в России и мне она близка. Когда вы имеете психолога или психотерапевта, в большинстве методов заключаются в том, что психолог и психотерапевт оказывают вам такую поддержку психологическую, куда вы приходите, выговариваетесь. Она вам дает определенную эмоциональную, душевную поддержку, вы чувствуете себя не одним в этой ситуации, вы чувствуете некую опору. То есть, проще говоря, и вам становится легче после сеанса. И вот это облегчение после сеанса, где вы выговорились, поплакали, выразили что-то, оно, конечно, терапевтично. Но у него есть один побочный такой эффект, о котором не принято говорить в психотерапии, это некое привыкание пациента к этому состоянию, где вы пришли в напряжение, поговорили, расслабились, и пациенту стало хорошо. С точки зрения терапии, да, клиенту стало легче, он заплатил за это деньги. Но если это продолжать делать, то у человека формируется волей-невой или некое привыкание к тому, что вот без этой женщины, без Маргариты Павловны, что-то как-то вот, Маргарита Павловна, будьте рядом, да, я вот буду к вам ходить. Я не считаю правильным такое физиологическое привыкание эмоциональное, поэтому рациональная терапия, которую практикую я, она чем хороша? Существует методика из трёх вот этих шагов, и моей задачей, почему я занимаюсь в группе с ребятами 3-5-6 месяцев, потому что моя задача не подсадить людей на то, чтобы они постоянно со мной контактировали, а в достаточно относительно сжатые сроки дать им технологию, прокачать им голову, загрузить их голову таким объёмом материала, с которым надо работать дальше, чтобы они дальше сами себе были психотерапевтами. И кто читал Элиса, или кто читал какие-то статьи по когнитивной терапии? Суть терапии заключается в постоянном саморазвитии, в самосовершенствовании, без присутствия терапевта. То есть терапевт приходит в жизнь клиента, объясняет, обучает, исправляет ошибки, научает некоторой системе рациональности, оттачивает эту систему рациональности и красиво сливается со словами «давай, тренируйся, неси за это ответственность». В отличие от других методов. Поэтому здесь надо понимать, что рациональная терапия – это тренерский подход. Ну, не то, что терапевт там сливается, пропадает, да, там сам, просто заканчиваются терапевтические отношения в какой-то момент, и всё. Но если клиент хочет продолжать, конечно, он может продолжать. Примерно понятно, что метод, метод заточен на то, чтобы вас научить, а дальше вы сами. То есть моей задачей дать вам технологию, дать вам ответы, почему мама, почему папа, какое рациональное мышление, какие ошибки, а дальше давай, зайка, тренируйся. Окей? Окей. Итак, поехали. Первое убеждение, которое преломляет вашу ситуацию в жизни и формирует из неё эмоции, и одно из самых главных убеждений – это «должествование», безусловно. Должествование от слова «должен». Давайте немножко поговорим о «должествовании», о каждом искажении в отдельности. Что же такое «должествование», как вам кажется? Ну, во-первых, давайте себе запишем, кто не мой клиент, кто не знает этого, что «должествование» делится на три категории. Я должен, я не должен, мир должен, мир не должен, и люди должны, и люди не должны. Ну, проще говоря, требование «должествования» к себе, я не должен ошибаться, я должен сдать экзамен на отлично, и я на дороге должна произойти хорошее впечатление, и я не должна показаться дурой. Вот это требование «должествования» к самому себе, к окружающим. Мама не должна так себя вести, папа должен говорить иначе, мой муж не должен так делать. Парень должен был позвонить, понятно, да? То есть, это требование «должествования» к окружающим людям. И «должествование» к миру, к электричкам, к правительству, к стране, к людям. Например, люди должны быть справедливы, поскольку я всегда справедлив к ним. Мир должен быть, погода должна быть такой-то в это время. Люди не должны так поступать. Понятно? То есть, электричка не должна перезакрывать передо мной двери и уезжать. Вот Элис, в принципе, в отличие от Аарона Бека, считал, что «должествование» является основной, как говорится, материнской, фундаментальной проблемой неврозологии. Потому что если у человека убрать «должествование» и поработать над ним, то, по большому счёту, всё вытекающее из «должествования» имеет уже меньшую ядерную нагрузку. Как же трансформировать «должествование»? Во-первых, давайте поймём, в чём суть «должествования», в чём её логика и в чём её угроза. Сейчас вот пятьдесят, там, пять-шесть человек у нас в студии, как говорится. Произнесите, пожалуйста, сейчас все вслух фразу «Я не должна ошибаться», давайте, «Я не должна ошибаться». Произнесли. А теперь произнесите, нет, стоп, вот, произнесли, «Я не должна ошибаться». Как вам это убеждение, как звучит? «Я не должна ошибаться». Какое эмоциональное состояние у мозга вашего? Безвыходное, категоричное, ультимативное, жёсткое. Оно само по себе создаёт уже, что? Некоторую тревогу, согласны? «Я не должна так делать», «Я не должна ошибаться». То есть, если вы подъявляете к себе вот такое требование «Я не должна», у вас уже есть тревога внутренняя. Поняли? Откуда ВСД у вас сейчас вытечет? А теперь посмотрите, вы говорите вслух. Он не должен так себя вести. Произнесите, пожалуйста. Он не должен так себя вести. Вот здесь какая эмоция? Тут тоже жёстко. Безусловно, всё так же архаично, категорично и так далее. Но эмоция здесь какая уже начинает генерироваться? Агрессия, раздражение. Конечно, он не должен. Обида. Злость. Верно, верно. Вот на самом-то деле так оно и выглядит. То есть, внутренняя сильная тревога образуется путём должествования к самому себе, чаще всего. Агрессия, злость образуются путём должествования к окружающим. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я вам хочу сказать о следующем. А теперь произнесите все, пожалуйста, вслух фразу. Ну, эта фраза является не аффирмацией. Эта фраза является рациональной позицией человека, прошедшего рациональную терапию. Слушайте внимательно. Было бы неплохо, если бы я не совершала ошибок. Разнесите. Было бы неплохо, если бы я не совершала ошибок. Как вы себя чувствуете, когда вы понимаете ситуацию вот так? Вот я не должна ошибаться. И было бы неплохо, если бы я не совершала ошибок. Психологически, есть ли тревога сильная? Полегче, воодушевлённее, более гибкая, адекватнее, свободнее. Есть варианты. Тревоги сильно не будет. Вот вам и весь секрет должествований. Вы просто никогда не видели, что на самом деле большое количество генерализованной внутренней тревоги у вас образовывается не из-за того, что вы заболели чем-то, а из-за того, что у вас есть в жизни множество ситуаций, в которых вы к самой себе, возможно, предъявляете огромное количество должествований. Я не должна так, я не должна так, я не должна так. Плюсик сейчас ставим, кто это почувствовал и уловил. Вот к себе. Есть? Good. Теперь произносим следующую фразу в виде понимания второй нашей темы, это... Какой там пример-то я приводил? Муж не должен так делать, да, я говорю? Чё я говорил? Напомните мне. Муж не должен... Просто у меня нету какого-то конспекта. Я никогда не читаю лекцию, и у меня нет никакого конспекта. Я просто смотрю вот на себя, в своё видео. Поэтому я могу что-то забыть. Про мужа, да. Вот теперь смотрите, произносите примерно так. Было бы неплохо, если бы муж вёл себя иначе. Или было бы неплохо, если бы муж вёл себя так, как я бы хотела. Вот как это для человека было бы неплохо, если бы муж вёл себя иначе. Между тем, что он не должен так себя вести. Есть ли эмоции гнева на него здесь? Было бы неплохо, если бы муж вёл себя так, как я хотела. Эмоция гнева присутствует? Знаете, какая эмоция присутствует? Догадайтесь. Ну, почувствуйте. Было бы неплохо, если бы он вёл себя так, как я хотела. Сожаление. Согласитесь. Сожаление. Некоторое чувство раздражения, может быть, лёгкого. Но явно не гнева и не бешенства. Вы, конечно, видели женщину с истерическим неврозом, у которой голова разрывается от вегетативных напряжений, у которой везде всё плохо, который, говорит, было бы неплохо, если бы муж вёл себя иначе. И в это верит. Не увидите никогда. Женщины с истерическим неврозом, у которых вегетатика шкалит не по-детски, это женщины, которые ходят по улицам и говорят, как кому себя надо вести и как правильно. Вот это как раз та самая история о том, что когда девушка ходит по улицам и начинает всем пальцем тыкать, значит, как кому надо себя вести и как правильно, а люди-уроды такие не соответствуют её потребностям, вот тут возникает очень огромное ядерное количество злости внутри, и эта злость, безусловно, будет резонировать по всем функциям и органам системы в теле. Вот вам и всё. И такая женщина будет мучить врачей со словами, «Слышь, уроды, найдите во мне заболевание, мне плохо, потому что и врачи должны найти болезнь, потому что они должны её вылечить, ей же плохо, она не должна мучиться». Но такой, с позволения сказать, мадам, никогда не хватит головы понять, что именно её требования к окружающим, жёсткие, ультимативные, как вы правильно сказали, и создают её злость. И эта самая злость и проявляется в виде так называемых конверсий, когда эмоциональное напряжение конверсируется с помощью телесной вегетативной иннервации. Вот, собственно говоря, через вегетативную систему, как через каналы вегетатики, работы... Вегетативная система – это связь между эмоциональным телом и функциональным телом, если хотите, да, и когда внутри тела происходят эмоциональные ядерные взрывы, злости, гнева, страха, тревоги, то по вот этим каналам вегетативной системы начинают эти эмоции бежать. И вы чувствуете то мурашки, то озноб, то жар, то спазмы, то ещё что-то. Конечно, туда ещё примешивается адреналин, туда ещё примешивается именно нейрофизиология, да, но если объяснять вот так вот банально, просто, чтобы вы поняли, у вас есть эмоциональное чувство, у вас есть вегетативная система, как система каналов реагирования по телу. То есть, ваше тело не есть личность, если кому интересно, да. Ваша личность не образует эмоции. Но чтобы ваше тело почувствовало эмоции, вам нужно иметь тонкую связь между личностью и телом. Вот хотите, я вам так объясню, чтобы вы ещё раз это поняли более глубоко. Вот представьте себе, что есть ваша личность, а есть ваше тело, физиологическое. Вот личность – это то, что работает и без тела. Вы можете думать, вы можете мыслить, вы являетесь образованием некого понимания эмоций, правильно, неправильно, хорошо и плохо. И потом к этой личности прикрепляются физиологические руки, ноги и органы. Вот чтобы ваши физиологические руки, ноги и органы могли осизать и быть тонко связаны с вашей личностью, и есть вегетативная нервная система, которая является такими рычажками управления между эмоциональным состоянием личности и физиологическим телом. Вот это понятно? Поэтому, когда в личности происходят эмоциональные сбои, гипертрофированные эмоции, всем поняли вот этот пример, всем понятно, что такое теперь вегетативная дисфункция, и когда в личности происходит вот такое количество эмоционального напряжения, гнева, злости, страха, тревоги, то, конечно, вот эта связь личности и тела, она сигнализирует о том, что в личности слишком много эмоций. А тело-то здорово, это просто сигналы. Так проходят сигналы между личностью и телом. Вот это понятно, я надеюсь? Вот так вот, вот если так зайти с этой стороны, теперь ясно стало. Ну, слабо. Я стараюсь подбирать разные примеры, разные тезисы, чтобы все категории людей поняли по-разному. Ленечка, а ты что, в Белоруссии что-нибудь свалила? Почему у меня белорусский флаг на Лилии стоит? Ну что, давайте дальше про должествование. Значит, должествование. Что мы должны сделать здесь, в данном случае должны, чтобы не создавать тревогу к самой себе путем требований, я должна, и что мы должны сделать, чтобы не создавать сильный гнев путем люди должны. Давайте подумаем. Я знаю, что тут есть мои зрители, которые прекрасно знают этот ответ, но давайте подумаем. Мы должны научиться думать и понимать ситуации более взвешенно, более рационально. Согласны? Я хочу вам сейчас привести пример, который я привожу на своих семинарах и на своих закрытых лекциях, чтобы вы чётко поняли одну фишку головного мозга. Но я буквально сейчас на минутку отойду и приведу вам этот пример. Продолжение следует... Итак, представьте себе, пожалуйста, вспомните, кто плакал в кинотеатре или кто в кинотеатре... Ну, кто в кинотеатре плакал, когда там Ди Каприо несчастный тонул на этой льдине? Кто боялся в кинотеатре, когда смотрел ужастик? И вы знаете, что эта скотина утонет на этой льдине, и Роза выживет. Но вы всё равно раздавите. Думаете, что за херня такая? Я понимаю, что он утонет. Смотрел уже 18 раз этот фильм, всё равно даю. Или вы сидите на ужастике, понимаете, что это всего лишь кино, но вам стрёмно конкретно вообще. Что за физиологически такая штучка происходит? Объяснить? Вот, если мне получится сейчас вам это объяснить, вы поймёте, почему рациональная терапия и почему интерпретация является созданием всех ваших невротических проблем. Смотрите, мозг как орган не может вылезти из черепной коробки и посмотреть разницу, что является правдой, а что является неправдой. Но, грубо говоря, мозг не может идентифицировать, падает ли ваш самолёт, когда вы летите на эшелоне, либо вы летите на эшелоне спокойно. Понимаете, что я хочу вам объяснить? Мозг не может достоверно понять, в кинотеатре вы сидите, или вы на этой самой льдине, и вы действительно считаете, что это вот с вами происходит, или вы в тех самых джунглях, где бегают динозавры. Мозг не способен различить эти вещи. Он находится в закрытом пространстве, и у него нет такой функции, где он достоверно оценивает ситуацию. А вот у кого есть такая функция у мозга, у того нет неврозов. И прежде всего это кто? У кого мозг чётко интерпретирует реальную ситуацию. И у этих товарищей неврозов нет. У них есть реакции. Ну, конечно, умничка, животные. Животное не способно делать то, что способен делать человек. Если тигр идёт по саванне, и если он не чувствует запахов, если он не чувствует в хищниках, если он не чувствует самки, он находится в состоянии вегетативного спокойствия, и эмоционального тоже. Как только на его территорию забралось какое-нибудь конкурентное животное, и он его увидел, у него возникли реакции. Вы как-нибудь представляете себе лева, который ходит по саванне и думает, а если зайдёт? А если зайдёт? А может, он же зашёл? Нет. А может, не зашёл? Нет. Ну, в прошлый раз заходил же. Нет. А если в этот раз зайдёт? Как я буду себя вести? Блин. Так. А если он зайдёт с этой стороны? А если нет? Блин. Что же мне делать? А если я в этот раз самку не найду? А самка понравилась или не понравилась? Я не знаю. Блин. А если она не такая, как в прошлый раз? Вы как-нибудь видели такое животное? Не увидите. Поэтому у них и неврозов нету. Потому что животные, их физиология устроена конкретно. Если ситуация происходит, у него есть набор рефлексорных реакций. Если ситуации нету, всё в порядке. А вот у человека всё путём его эволюции повернулось в другую сторону. То, что человеческий мозг стал размышлять логически и уметь обрабатывать разную комбинаторику вариантов, это гениально. Проблема в том, что у человеческого мозга здесь же произошла очень сильная ошибка, за которую эта ошибка расплатилась неврозами. Поняли уже какая? Вы можете обмануть свой мозг и создать себе невроз. Каким образом? Вы можете представить себе ситуацию в головном мозге так, что мозг поверит, что это реальность. И мозг будет реагировать ровно так, как будто это происходит. И вот, например, ваши слёзы в кинотеатре, ваш страх в кино. И ровно так же ваша долбанная агорафобия. Вы убеждены, что с вами что-то происходит. Вы убеждены, что у вас инфаркт миокарда. Вы убеждены, что вы там упадёте. Вы убеждены, что вы обоссытесь в метро. Вы верите в это настолько, что для мозга нет никакой разницы, что вы уже обоссались в метро и вас все яйцами закидали, что вы об этом думаете. Поэтому тут есть очень чёткое понимание, что 99% клиентов с неврозами в реальности-то на самом деле не испытывают ту проблему, которую они предполагают. Они испытывают лишь симптоматику, условно говоря, тревоги. Тревога из-за того, как они понимают ситуацию. Ну, я более глубоко вам сейчас покажу. Если у тебя в жизни есть ситуация, например, с мужем, где тебе кажется, что она нерешаема, безысходна, драматична, неизменчива, и если ты уйдёшь, то ты никому не будешь нужна и по миру пойдёшь. А кому-то нужна такая с детьми. А тебе уже не 18, и никто тебя замуж не возьмёт, и тебе надо терпеть. Вот если ты эту ситуацию понимаешь вот так, то твой мозг реагирует ровно так же. Он говорит, дорогая, мы в жопе, мучайся. И вы начинаете испытывать ту реакцию, которую вы себе сами и сотворили. Вот этот момент понятен, что, помните, вот это я не должна ошибаться. Совсем банальный пример, что поняли все. Все из вас сдавали экзамены. Госэкзамены, среднеатрестационные экзамены, неважно. Почему вы беспокоитесь на экзамене вообще? И почему уровень беспокойства на экзамене у всех разный? Как вам кажется, почему двоечники беспокоятся меньше, а пятёрочники беспокоятся больше? Очень просто. Потому что экзамен-то это просто ситуация. Но последствия этой ситуации и оценочную характеристику этой ситуации все понимают по-разному. Если вы сидите на экзамене и говорите, если я завалю, это ужасно. Такого быть не должно. Если мама узнает, что я завалю, если я получу 4, это ужасно. У меня должен быть красный диплом. Если у меня будет 4, мне будет очень стыдно. Я не знаю, как посмотреть маме в глаза. Если мне придётся пересдавать, мне будет стыдно перегруппы. Это ужасно. Если вы понимаете, что экзамен и его последствия жёстко в оценочной характеристике и в его последствиях, вы будете вот такая на экзамене сидеть, даже со своими пятёрками. И поэтому, когда ко мне приходят пятёрочницы, им порой челюсть надо разжимать домкратом, чтобы она слово молвила. потому что сидит вот эта пятёрочница. Я говорю, ты же всё знаешь. Я знаю, что я всё знаю, но я ничего сказать не могу. Почему? Потому что, к сожалению, история о том, что она подумает о том, что если она сейчас получит 4, и если она что-то забудет, это ужасно. Если она произведёт плохое впечатление, это кошмарно. Мозг реагирует так, как будто она идёт, ну как минимум, на Голгофу, где у неё сейчас шаг влево, шаг вправо – смерть. Мозг так себя и чувствует, что ты сейчас, если ошибёшься, то трандец конкретный. Это как минимум смерть. Когда у человека убеждён, что у него как минимум смерть, или как минимум позор, позорный, от какого-то маленького действия, как он будет себя чувствовать? Вот так вот. Поэтому вы стоите перед экзаменами, перед собеседованием вот так. Ада-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Потому что ваш мозг так и понимает ситуацию. А какой-нибудь троечник приходит и говорит примерно себе так, понимает ситуацию. Да, блядь, да это просто очередной экзамен. Очередные дети, люди сидят, что-то надо ответить. Так, короче, я попробую списать. Если не получится, попробую Машку дёрнуть за косичку. Может быть, она там мне поможет. Если не прокатит, придётся пересдавать. Может, бабла где-нибудь намучу, там что-то как-то сделают, да-да-да-да-да-да-да-да. Короче, не парься, братан, прорвёмся. И вы не представляете, он пять получает. И ещё потом идёт и ржёт над всеми пятёрушниками. Так в этом и есть вся история, что когда вы начинаете понимать ситуацию вот жёстко, невариативно, а определяющую, ваш мозг определяет ситуацию ровно так, как вы её определяете. Понятно всем? Я часто летаю в последнее время. И я вижу постоянно людей. Самолёт летит идеально на эшелоне. Вообще никакой турбулентности нет. Что редко для этого времени года. Но люди начинают придумывать себе историю, что было и что будет. Заглядывать в будущее, карты выражить, кофейку раскидывать там, значит, да, чувствовать, слушать двигатели. И у них начинаются истории, а что будет, если мне станет плохо? А что будет, если самолёт упадёт? А как мои дети? А как это будет? А как я буду размазана по асфальту, значит? Как мне помолокут? Какая-то трагедия. Моя жизнь не закончилась так рано. А я не должна умирать. У меня ещё столько дел. Я не успела купить маме Мазерати. А как же мама будет без меня? Вот всё вот это, кинотеатр в голове, даёт для мозга чёткую команду со словами «Зайка, ты подохнешь через две минуты». И зайка начинает себя чувствовать ровно так, как будто она сейчас умрёт. Вот поняли, что я пытаюсь вам объяснить? Это же и есть паническая атака. То есть, паническая атака – это реакция организма на то, во что вы верите. Если вы верите, что ваша вегетатика вас способна убить, мозг говорит «Зайка, ты сейчас можешь подохнуть». Если вы верите, что самолёт, на котором вы летите, вот-вот разобьётся, ваш мозг говорит «Ты сейчас погибнешь, вообще спасайся». Если вы верите в то, что расставание с вашим мужчиной или женщиной – это трагедия века, и после этого будет просто бомжевание, и вы будете отдаваться, значит, за три рубля на улице, чтобы как-то купить себе колбасу, вы так и будете себя чувствовать. Неужели вы вот этого не можете понять? У меня вот этими примерами получилось до вас донести, как важно научиться понимать, как вы понимаете ситуацию. Дошло? Мне вообще говорили, что я умею примерами хорошо заходить в голову. Я вообще заходить в голову могу хорошо. Нормально? Ну, славно. Итак, с долженствованием примерно разобрались, как это выглядит. Но я вообще заходить могу конкретно в любую голову, мне кажется. Вы просто... Я вас не вижу, поэтому я всё время вас спрашиваю. Если бы вы сидели у меня перед глазами, я бы понимал. А почему бурной фантазии хватает себя запугать, а не хватает рационального ответа? Это хороший вопрос. Потому что рациональный ответ не основан на фантазии. Рациональный ответ основан на логике, на силе характера, на взвешенности. И помнишь, мы вчера говорили, что как только у тебя повышается эмоциональный градус, у тебя вот эта самая логика и взвешенность падает. Ты просто не успеваешь, Айжан. Когда у человека уже сформирована сильная тревога посредством рационального восприятия, и уже сформирована сильная, например, злость, вот в этом пике снизить в ручном режиме, это бывает сложно. Поэтому мы тренируемся немножечко наперёд, что ли. Понимаешь? Мы тренируемся не создавать пиков, потому что когда у тебя пик паники, когда у тебя пик тревоги, ничего кроме проживания этого пика и проживания этой паники тут уже сделать нельзя. И когда у тебя паника, давать себе рациональный ответ бесполезно. Здесь надо просто это проживать и попытаться это просто выдержать и не увидеть в этом катастрофы. А вот когда у тебя уровень тревоги ещё не такой высокий, или он практически на нуле, и ты тренируешь себя на базовых ситуациях в быту, должествовании и прочие убеждения, то ты тренируешь свой мозг на рациональное восприятие бытовухи и обстоятельств для того, чтобы у тебя не возникало изначально этих пиков. Конечно, когда у тебя сформировано уже много дистресса и ты вся в тревоге и вся в напряжении, здесь, ну, любой вам психотерапевт, и я вам могу сказать следующее, что предупредить гораздо дешевле и гораздо проще, чем попасть в жопу и жопу вытаскиваться. Именно поэтому я очень не хочу, чтобы в нашей стране в девятом классе уже началась программа психологической грамотности. Потому что мне проще сделать так, чтобы справиться с детьми в девятом, в десятом, в одиннадцатом классе за три года, обучить их многому, чтобы они потом не ушли в ту проблему, в которую они ушли бы. Нежели они уйдут в эту проблему и готовить сто тысяч специалистов, чтобы с этим справиться. Поэтому с точки зрения политики государства, я думаю, это правильная история, и мы это будем пестовать и будем это делать. Значит, ну сейчас не об этом. Итак, идем дальше. По поводу должествования продолжаем, ребятки. Давайте собираться дальше. Что мы должны сделать? Давайте берем тетрадь и записываем. Значит, технология. Технология разработки должествования заключается в следующем, собственно говоря, образе. Технологично вы должны сначала, как вы помните, шаг номер два, шаг номер три, помните, да? По шагу номер два вы должны увидеть, где вы в ситуациях, где у вас возникли эмоции. Что делаете? Говорите, либо я должна, либо он должен. То есть, первое, что, вот, например, вы пошли куда-то, и вы разозлились, или вы там занервничали, и еще что-то. Первое, что вы должны себе сказать, где здесь должествование. Проще говоря, где я гонюзина. И вы начинаете это видеть. Кассир не должна. Мама не должна. Папа не должен. И вы говорите, о, я сейчас напрягалась, потому что мама зашла в комнату без стука, а она не должна так делать. Мама опять мне что-то тамбериками советует, а она так не должна. Ну и так далее. Лилу, тебе понравилось слово «заходить в голову»? И это будет следующий вебинар. Тема сексуальных нюансов. Ну, я зайду, так зайду. Не вытащишь, пацан. Значит, смотри, что надо делать. Первое, это вы идентифицировали, что сейчас у вас в этой ситуации есть четкое понимание «я должна» или «он не должен». Это поняли по алгоритму? То есть, первое, найди бложествование. Это понятно? Дальше, что вы делаете? Функционально это выглядит так. Запоминаете и записываете. Вы должны объяснить себе, что вы сейчас ошибаетесь. Что вы понимаете эту ситуацию именно через «должен». И вы должны объяснить себе, почему не «должен». И объяснить себе с помощью тезисов, такие как, пишем, «Было бы лучше», «Я бы хотела», «Было бы неплохо». Еще раз. «Было бы лучше», «Я бы хотела», «Было бы неплохо». Понятно? Это все записали? Хорошо. И как это звучит? Вы сначала по старой пластинке разозлитесь, вас что-то взбесит. И вы себе говорите, «Так, ага, я сейчас взбесилась, потому что он не должен так себя вести. На самом деле, я не права. Было бы неплохо, если бы он вел себя иначе». То есть, понимаете, что я сейчас пытаюсь вам сказать, что вы должны постоянно будете делать работу над ошибками. Видеть, где вы создали жесткое убеждение и это привело вас к эмоциям, а потом исправить в виде работы над ошибками. Это понятно? Потом это перейдет в автоматизм. Но это не только начало. Подождите, сейчас мы весь алгоритм проработаем, а потом это уже станет автоматизмом. Итак, первое. Вы начинаете с «было бы лучше, было бы неплохо, я понимаю, с должествования». Теперь дальше идем. У нас есть оценочное суждение. Второе убеждение. Помните? Оценочное суждение. Это прилагательные. На какие вопросы отвечают прилагательные? Ага. Кто? Какой? Какая? Какие? Все и определение. Верно. И вот вы должны ток дальше следовательно делать таким образом. Ну, смотрите, например, условно. Муж не должен так поступать, иначе он дурак. Я не должна совершить ошибку, иначе я дура. Меня не должно стошнить, иначе я тварь последняя. Меня не должны уволить, иначе я никчемная женщина. Понятно? Вот никчемная женщина, тупая, идиотка, никому не нужная. Все определения и являются оценочным суждением. И если вы верите, что вы какая-то после какого-то действия или после чего-то, я вам искренне сочувствую. Потому что на самом деле это определение даете вы себе сама. Если я пересплю с этим парнем, значит, а мне так хочется, то я буду шлюхой. Вот вам классическое определение. Вас уже разрывает вдоль и поперек, но вы держитесь, потому что вы убеждены в том, что если вы это сделаете, вы такая. Если я это сделаю, я такая. Если я это сделаю, я такая. Если он это сделал, он такой. Если он это сделал, он такой. Я равно ситуации. Да, это та самая концепция, конечно же. Соответственно, по второму убеждению, категорически забудьте определять себя и определять других. используйте для этого тезис, кто там у нас верующий со словами не суди других и не судим будешь. Если вы более приземленный человек, то используйте тезис о том, что каждый человек имеет право быть таким, как он считает нужным и делать то, что он считает нужным и определять это я не имею права. Understand? Как это выглядит в рациональном ответе? Было бы неплохо, если бы я не совершал ошибок, но я прекрасно понимаю, что ошибки не говорят о том, что я плохая женщина. Было бы неплохо, если бы мой муж вел себя всегда так, как я хочу, но это не означает, что он плохой человек. Поняли? Было бы неплохо, если бы кассир не ошибался, давая мне сдачу, но это не означает, что она плохая женщина. То есть вы отсекаете определяющие прилагательные о себе и о людях от ситуации. Ребятки, технологично это понятно? ИЕС, БОС, отлично. Третья. Идем дальше. Что там у нас третья? Катастрофизация или перфекционизм у вас записано? Катастрофизация, по-моему, да? Но не важно. Какая разница? Итак, катастрофизация. Катастрофизация от слова катастрофа. И еще это убеждение можно с английского перевести как преувеличение. То есть, человеческой голове очень часто свойственно не просто понимать иррационально, но и преувеличивать в сторону катастрофы. Ну, например, никому из аэрофобов не придет в голову примерно так, что я сейчас полечу на самолете, у нас откажет правый двигатель и нам придется сесть с одним откажавшим двигателем. Это абсолютно естественно. Или нам придется развернуться в аэропорт вылета. Никому из фобиков и невротиков не придет в голову фантазировать не до конца. Понимаете, что я имею в виду? То есть, если уж фантазировать, то фантазировать со всей драматичностью финала. Это понятно, зайки? То есть, если самолет, то всмятку. Если в метро, то труп на вынос. Если экзамен, то вообще на доске почета со словами кидайте в нее какашками. Если развод, то непримерное бомжевание, голодание и ужас и катастрофа. Если развод, то дети инвалиды. И у детей травма. То есть, понимаете, что я имею в виду? То есть, любая ситуация, она понимается в такой апокалиптической проекции катастрофы, что ты волей-неволей в кабинете сидишь и думаешь, как же ты живешь-то? Если я пойду на улицу, то я непременно обойсусь, обосрусь и умру. Вот третьего не дано. Вот не дано невротикам понять, что если ты пойдешь на улицу, у тебя будет напряжение, с которым ты справишься, а если ты захочешь в туалет, то ты можешь его найти. То есть, у них нет понимания некой середины. У них есть, если тахикардия, то инфаркт. Если давление поднимется, то инсульт. Согласны? Слушай, если снимать фильм про моих клиентов, я думаю, этот фильм вообще вызовет, получит Оскар, потому что мои клиенты такие театралы, что я думаю, что Ди Каприо, который никак Оскар не получит, будет нервно курить в стороне, потому что они получат его сразу. Нет, это не эмоции нужны. Эмоции нужны в историческом неврозе. А я сейчас говорю про способность понимать ситуацию. Ребят, поняли, что такое катастрофизация? Вот прочувствовали сейчас на себе, я нормально объяснил. То есть это постоянная привычка, но я рад, что смеешься. Элиас очень много юморил, кстати, поэтому я такой, мне очень много сравнивают с Элисом по стилю, правда. Я смотрел несколько его английских роликов в ассоциации. Действительно мне было приятно. И специально просто может мне еще кальянчик сюда поставить и начать когда вообще будет. Добрый вечер. И с Сидим только надо быть. Но я как-то пока не седею. Что-то не довелось мне. Ну-ка все впереди, я думаю. Итак, у нас есть должествование. Было бы лучше, было бы неплохо, я бы хотела. Затем у нас есть что? Это не означает, что он дурак, плохой, убогий и так далее. И я неплохая и тупая. Третье. Вовсе нет никакой катастрофы, зачем ты преувеличиваешь? Не преувеличивай, не надо забегать вперед, откуда ты это знаешь? Помните, да, вот это? А почему бы не быть третьему варианту? Почему бы не быть напряжением, с которым ты справишься? А что ты взяла, что сразу прям бомжевать? А что ты взяла, что сразу катастрофа? А может быть... И что здесь у нас делается в катастрофизации? Как это разрабатывается? Я уже начал просто. Я, да? Мы должны себе четко сказать, что, Лелик, ты сейчас преувеличиваешь, ты сейчас по своей привычке, запишивайте эту технологию про катастрофизацию. Ты по привычке рассматриваешь наиболее драматичный финал и в это веришь. Не просто рассматриваешь, а веришь в драматичность финала в этой ситуации. И логика разработки катастрофизации заключается просто дать себе по рукам со словами ты преувеличиваешь. Это первое. Второе. Откуда ты знаешь, что именно так и будет? И третье. А как может быть еще? Вот это очень важно. Это то, что кто помнит, как эта техника называется? А как может быть еще? Почему если тахикардия, то инфаркт? А как может быть еще? Почему если пойдешь на улицу, то сразу непременно упадешь и так далее? А как может быть еще? Пример. Ребят, у вас 54 человека. Вот сейчас давайте я вам просто покажу, как разрабатывается алгоритмичное мышление. Слушаем всю ситуацию. Слушаете, вы пришли в кафе, купили себя покушать и поняли, что вам дали сдачу на 100 рублей меньше, чем положено. И первая ваша мысль обмануть хотела падла. И у вас злость. Вот в данном случае вы на 100% знаете, что она хотела вас обмануть. Вы достоверно в этом уверены? Нет. 54 человека. А представьте себе, сколько вариантов, почему она вам не додала этих 100 рублей. Хотите, я вам сейчас импровизирую? она не увидела, они у нее упали, у нее завис компьютер, пробил не ту сумму, прилипли деньги, она отвлеклась, у нее заболела голова, у нее месячные, и она просто очень плохо себя чувствует. Ей позвонил ребенок до этого, и что-то сказал, и она просто вне себя. У нее с менеджером проблемы, предыдущий клиент ее взбесил, и она отвлеклась, у нее невроз, и она думает о том, вы помнили кого-то, и она отвлеклась, она новичок, и она еще сама переживает, и она не просто сориентировалась, и она хотела вас обмануть. То есть, я как минимум привел вам около десятка вариантов, из которых могут быть еще варианты, но вы достоверно знаете, почему она вам 100 рублей не додала? Нет. А теперь внимательно меня сейчас все послушайте, пожалуйста, слушайте меня внимательно. С сегодняшнего дня вы перестаете делать выводы, пока вы не знаете достоверных фактов. И с сегодняшнего дня вы наблюдаете, как вчера, помните, наблюдаете за собой, что вы на самом деле, помните, вот это шутка, конечно, но в этой шутке есть очень много смысла. Вы сами себе придумали, и сами себе обиделись. Но знаете ли вы достоверно, почему Петя так сделал? И сделал ли он так? Подумал ли он так? И почему он так подумал? Вы будете удивлены, но если вы очень серьезно подаете к ревизе этого вопроса, вы охренеете от того, что на самом деле ваши догадки, подумал ли он про вас, так ли он сделал, и так ли случилось, и почему, что они в 90% случаев будут вообще далеки от реальности. А вы всю жизнь жили так, что вы считали, что так, как вы догадываетесь, так и правильно. Потому что вы путаете собственные мысли внутри себя и собственные убеждения с мыслями и убеждениями других. Потому что это вы бы на его месте так подумали. Это вы бы на его месте испугались, это вам бы на его месте было бы неприятно, это вам бы на его месте было бы так-то. И вы убеждены, что то, как у вас внутри, так и должно быть у всех. Понятно? То есть вы веруете во что-то искренне и считаете, что это априори так и есть. По умолчанию. Это так же глупо, как если я буду иметь телефон с прошивкой 5.0 и я буду убежден, что эта прошивка идеальная, а у вас будет прошивка 5.3 или 4.8 и я буду вам говорить, что за херня, почему? Вы должны очень четко понимать, что когда вы убеждены в чем-то или думаете о том, как люди должны себя повести, вы путаете собственные убеждения с некой истиной, потому что вам кажется, что ваша вера это истина. Если вы веруете в жесткую концепцию, что так делать неправильно, потому что это плохо, и вы увидели девочку, которая так сделала, вы будете на 100% уверены, что она плохая, ужасная и сделала потому, что там, там, там. Но вы на 100% не знаете, почему она так сделала, и на самом деле не знаете нюансов и так далее. Но вы будете оценивать людей по себе, вы будете думать то, что думаете вы, и отталкиваться от ваших убеждений, и отсюда оценивать людей, делать выводы. Это неправильно, это плохая, это бледина, это дурак, это пидор, это еще кто-то, и вот это и есть одна из пагубных историй. И философия здесь заключается в том, чтобы сказать самому себе, что то, как считаю я, это просто исключительно сухо мое мнение. Оно абсолютно не должно быть тождественным с мнением окружающих. И если для меня секс до свадьбы категорический харам, то для многих других девушек это их право. Это их жизнь, это их тело, это их выбор. И я никто в этом мире, чтобы собственное убеждение навязывать другим. Вот это ясно? А вы пол вашей жизни прозанимались херней под названием я вам сейчас всем скажу, как правильно жить. Это очень большая ошибка. Итак, катастрофизация это преувеличение, поняли, да? Следующее, перфекционизм. Я как кот. Можно я потянусь? перфекционизм. Меня можно еще чесать, я буду мурлыкать. перфекционизм. хвост там. Ну, не важно. Значит, перфекционизм. Так, спокойно. Перфекционизм. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Перфекционизм. Пишем. Значит, фишка перфекционизма это очень частое искажение в моих клиентах. Как вам кажется, кто больше перфекционизм присущ? Мужчинам или женщинам? Ну, в терапии. Короче, я понял, аудитория сейчас разделится. Перфекционизм, конечно, присущ каждому гендерному признаку, но тут вопрос не в этом. Тут фишка в том, что перфекционизм является основной ядерной историей неврастынии. Под названием я должна лучше, я должна больше, я должен успеть, иначе я плохой сын, у меня должно все получаться идеально, я не должен ошибаться, я должна с первого раза, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А неврастыния в большей степени по статистике свойственна мужчинам. Потому что именно мужчины стремятся померятся членами с окружающими мужчинами, а у нас как мужчины современные членами меряются, это машинами, квартирами, женщинами и аксессуарами. Вот, собственно говоря, вот это членомерство, оно является последствием такой вот неврастынического невроза. Соответственно, неврастыния больше, конечно, присуща современным мужчинам. Встречаются женщины с неврастынией, которые такие, ну, это такие, знаете, женщины с яйцами, которые любят работать, у них вот карьера, это такая мужская фишка, поэтому женщины с неврастынией сто процентов с яйцами, можно даже руку туда не засовывать, они у нее выпирают. Потому что, чтобы женщина была неврастыником и стремилась постоянно вот к нереальным успехам, не соотнося это со своими возможностями, да, это нужно быть настолько травматизированный в детстве под названием «меня можно любить за какие-то заслуги», девочка причем, что девочка берет на себя функцию мальчика со словами «я буду херачить, как раб на галерах, и тогда я вам всем покажу, что меня любить можно». И вот тут начинается отращивание яиц, а девочка с яйцами это 100% депрессия, потому что у девочки яйца это в принципе нонсенс, если вы не в Таиланде, конечно. Да, соответственно, ну конечно жесть, а где вы видели женщину с неврастынией, но это нонсенс, потому что это 100% женщина, которая доказывает, что её можно любить. Это тоже другой вопрос психологический, что там вопрос «нахера ты такого выбрала, если он нихера не делает?» Да, соответственно, сейчас не будем, потому что я могу об этом долго говорить. Так вот, перфекционизм это искажение, где люди постоянно требуют от себя идеалов. Так и запишите. Кто не будет приобретать копию, записывайте это ручкой. Кто будет приобретать копию, не записывайте, будете переслушивать в плеере, там, я не знаю, в телефоне. Перфекционизм это история завышенного нездорового требования к самому себе. Всё должно получаться с первого раза, я должна произвести идеальное впечатление, все люди должны подумать обо мне «хо-ро-шо», ну и так далее. Ясно? Как разрабатывается перфекционизм? Разрабатывается перфекционизм постоянной самокритикой и постоянной тренировкой быть неидеальным. Сейчас объясню про грань. Грань 30-70. Грань заключается в том, что, как правило, невротик, особенно с искажением перфекционизма, он не видит как раз вот этих граней. У него в голове есть такое чёрно-белое понимание мира под названием «либо я на 100% херачу до переутомления и до отделения неврозов, либо я вообще ничего не делаю». Вот у таких людей, конечно, будет невроз и госпитализация и будет плохое самочувствие, потому что у них есть два понимания работы. Либо я работаю на убой, либо я дерьмо на палочке и вообще ничего не делаю. Сири, ну куда ты лезешь? Сири написала «любя дерьмо на палочке вообще ничего не делаю». И Сири отвечает «я сделаю вид, что не слышала этого». Нормально? А какого хрена ты включилась? Я тебя не вызывал. Сири, конечно, красавица. Лезет сама, а потом еще говорит «я сделаю вид, что я этого не слышала». Сири, ты невротик, поняла? Ну ладно. Сама пришла и сама обиделась. Вот оказывается Сири невротик. Можете так написать в Google, в Apple. Так вот, перфекционизм. Логика середины, серединного пути. Я рекомендую своим клиентам использовать следующую технологию. Старайтесь видеть, где вы перебарщиваете. И нет ничего плохого в том, что вы стараетесь. И стараетесь сделать максимально хорошо. Согласны? Вот сейчас я важный момент здесь скажу по тезисам. Пожалуйста, послушайте меня. Нет ничего плохого в том, что вы ответственный и старательный человек, а стараетесь сделать проект идеальным. Но проблема не в идеальности проекта. Кто догадается, в чем проблема? Разве неврастения получают люди, которые делают идеально проект или идеально работают психотерапевтами? Вот я, например, стараюсь, если вы замечаете, по моей работе, я выкладываюсь на вебинарах, я очень стараюсь объяснить все и подробно, но я не могу назвать себя неврастеником. Почему? Но я выкладываюсь, я работаю, я много делаю, езжу там и так далее. Но я не могу назвать себя неврастеником, потому что симптоматики неврастенической нет и проявлений неврастенических нет. В чем фишка? Вадим Вадимович Путин любит свою работу и он очень вкладывается, но он не может назвать себя неврастеником. И мы не можем, конечно, его назвать неврастеником. нет нет именно про перфекционизм в чем секрет кто догадается сейчас прям вот прям от меня поцелуй куда-нибудь в нос нет думаете почему ты можешь быть идеально перфекционистом например в своей работе и при этом не быть неврасты ником потому что перфекционизм нет никто пока не может быть рядышком нет я могу быть стараться быть лучшим я могу стараться делаться проект идеально нет блин 55 человек никто не может догадаться но это не значит вы глупые просто это это сложно на самом деле мне интересно может догадается вот уже вот рита ближе рита уже теплее гораздо теплее неврастыния брит молодец я могу тебя поцеловать куда-нибудь неврастыния это не значит что вы делаете идеально проекты вы заболели неврастыния это способность не видеть разницы между делами где надо быть максимально сконцентрированным и делами где не надо быть максимально сконцентрированным пример если ты идешь вносить мусорное ведро в вечернем макияже смоки айс то ты больная на всю голову а если ты делаешь вечерний смоки айс на торжественный прием по случаю вручения премии года и делаешь его три часа то это более-менее адекватно поняли разницу что неврастыник это не человек который любит свою работу и делает ее качественно неврастыник это человек который ко всему что его окружает начинает преломлять нездоровый перфекционизм и вот тогда мозг охеревает просто того что происходит потому что ты не можешь не идеально выйти по выбросить мусор тебе надо идти правильней походкой а вдруг соседи тебя увидят пакет должен полететь с правильным отмахом руки вот так это выглядит вы все ржете наверно да там сейчас я еще или вы себя вспомнили просто да ну поэтому перфекционизм это проблема не любителей работы а рите завидуете ну я бы не завидовал тем более евгений тем более тебе на соответственно поняли что такое перфекционизм нормально объяснил вы не видите направление деятельности где вы перебарщиваете не по делу что ли поэтому пишем разработка перфекционизм до разработка перфекционизма это самодисциплина как бдсм до дисциплина это самодисциплина чтобы самодисциплина с целью четкого понимания а эта ситуация должна быть такой идеальной или я перебарщиваю если вы идете по улице например по центральной улице вашего города и идете идеально вопрос что вы делаете ведь все люди разные и кому-то понравитесь а кому-то нет если вы сидите за в кафе и пытаетесь идеально значит что то делать вопрос зачем вот чего вы должны наблюдать за собой понятно и постоянно давать себе рациональный ответ что есть ситуации где я могу мобилизироваться это какие-то рабочие ситуации профессиональные ситуации но того стоит мой перфекционизм там в проекте в работе в отношениях с людьми это мои плюсы но если я простите в кафе иду по улице еще что то зачем я себя насилую вот тут понятно штучка это все это поняли круто дальше идем а что там у нас дальше у вас написано наверно обобщение 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 это еще одно искажение которое выглядит примерно так обобщение совестно вообще женщинам вот в отличие от перфекционизма с женщинами с яйцами обобщение это история женская под названием все мужики козлы это вот классическое женское обобщение потому что если один мужчина трахнул какую-то другую девушку то теперь все такие мы сейчас не будем вдаваться в подробности что это правда но мы просто я показываю вам обобщение да что а если вы давайте запишем так что если так то так всегда будет если он то все вот такую среднюю формулу запишите пожалуйста обобщение если так случилось то так будет всегда если он то все но еще один банальный пример обобщение это примерно так моему парню не понравилась моя грудь и это значит она никому не понравится знакомое в общении если со мной поступили так а дни один раз кто непременно со мной поступит так все если я не понравилась ему то я всем не понравилась если Сан Саныч не понравилась моя презентация то презентация полное дерьмо и все так думают то есть вы начинаете ситуацию раздувать от мнения человека локализуя как бы мнение всех это понятно или смотрите в будущее под названием если сейчас так случилось это никогда не изменится это никогда не закончится ну и так далее понятно помнишь такое обобщение я никогда не найду работу я никогда не выучу английский технология разработки обобщения будет заключаться в том запишите себе эту технику очень важную что вы должны понять что локальное мнение парня локальная ситуация на работе например видео увольнение локальное событие оно остается локальным в том времени в котором оно свершилось и оно никак не определяет ваше будущее и уж тем более не определяет всех людей то есть если ваш парень сказал что мне не нравится твоя грудь это локальное мнение ваше это локальное мнение ваше и ты гришь ваше просто не понравилась моя грудь у василий имеет на это право потому что мне тоже что-то в нем не понравилось я же ему про член не сказал а он мне про грудь сказал ну ладно соответственно 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 вы должны четко для себя понять что если одному человеку что-то не понравилось и что-то не устроило это вовсе не означает что это не устроит всех Филя предлагает провести тестирование научно это называется проверить проекцию в данном случае научный метод заключается в том чтобы подойти к 100 мужчинам поднять соответственно футболку и сказать как вам моя грудь и вы увидите в среднюю статистику что какое-то количество процентов скажет ничего а можно мне очень нравится кто-то скажет ну грудь как грудь а кто-то скажет нет не мое мне нравится либо больше либо меньше там не важно и вот тогда вы увидите правду что есть принцип светофора красный желтый зеленый что какая бы у вас грудь ни была все равно найдутся те кто будут в восторге все равно найдутся те кто скажет не мое и те кто скажет ну грудь и грудь мне не принципиально понятно не будет 90 просто соответственно вы должны чутко для себя понять что такое обобщение если у вас не получилось там с одним парнем это вовсе не означает что у вас не получится с другим вот очень часто у девочек знаете какое обобщение которые там состояние развода с мужем например у них в терапии такое обобщение что если у нее не получилось с этим мужчиной и у нее не получилось семейной жизнью у нее никогда не теперь не получится вот это классическое обобщение что если у нее вот не получилось то никогда вот понимаете да что это вот очень сильное обобщение очень сильная беда что на самом деле если у тебя не получилось с этим мужчиной это просто локальная ситуация с этим мужчиной Это просто локальная ситуация, из которой ты сделаешь выводы Возьмешь для себя опыт Возьмешь для себя мудрость И будешь пытаться выстраивать следующие отношения Более мудро, более взвешенно и так далее Понятно? Good Дальше, чтение мыслей Идем дальше, нормально? Спиваете? Чтение мыслей Чтение мыслей, это еще одно искажение Я его еще называю бабкой Ванга Это вы, вот вас хлебом не корми, дай почитать будущее Дай на кофейки погадать Очень часто мне вопросов задают, считая меня бабкой Вангой Со словами вопрос заканчивается так Почему у меня так? Как быть? В голове у моих клиентов это выглядит примерно таким образом Я знаю, что будет, я знаю, что он думает Это вот частая самая история Я знаю, что он обо мне подумал Я знаю, что будет, я знаю, что так случится То есть вы на самом деле принимаете решения Исходя из собственных мыслей Ну классический пример чтения мыслей Кто может провести, или давайте я его приведу Вы заходите в аудиторию или в офис И девочки где-то похихикали в уголочке И вы расстраиваетесь Вот если вы будете следовать моей технологии О которой я вам говорю То вы увидите Что вы остановитесь и скажете себе Так, стоп, почему я сейчас расстроилась? И ответ будет таким Девочки похихикали, они наверняка про меня думают Я что-то не так сделала, как ты не так одета Они обсуждают меня Согласны, что будет примерно такой ответ? Это и есть то самое искажение чтения мыслей Ведь на самом деле вы не знаете Что кто-то похихикал, потому что они смотрят на вас И вы не знаете, что кто-то похихикал Потому что они вообще вас обсуждают Понимаете, о чем я говорю? То есть правильной позицией здесь заключается В принципе, я не знаю, почему они посмеялись Это же правда Но невротикам свойственно знать Замечаете эту штучку? Что невротическим пациентам свойственно знать будущее Свойственно знать, что думают люди Свойственно предчувствовать дефекацию в метро Которой не было 5 лет Но они вот каждый раз могут стать последним Вот она 5 лет не ездит в метро Или ездит с короткими перебежками Потому что вот-вот клапан прорвет 5 лет клапан не прорвало Но вот она чувствует, что на 6-м году он точно даст сбой Вот, соответственно, чтение мысли, оно как раз вот туда Что технология ответа Технология ответа сугубо простая Я не знаю Откуда я... Я не знаю, что они подумали У вас по автоматическому такому режиму будут есть в голову определения Они обо мне подумали Они обо мне что-то подумали плохое Согласны? Вы выходите перед аудиторией в институте Там доклад читать И ваш ответ какой? Я не знаю, что они обо мне подумают До тех пор, пока я об этом не спрошу Вот если вы в том самом офисе или аудитории Подойдете к этим девочкам и скажете Привет, подруги, че ржем? Они скажут Да, мы вчера в кино ходили Там парень к нам один клеился Никак не могли с ним справиться И вот тут вы почувствуете себя полной дурой Потому что вы уже успели обидеться Вы уже успели придумать против них заговор Потому что вы были уверены, что они вас обсудили и просмеялись Если бы вы не подошли и не спросили То выглядела бы ситуация еще более стандартной для вас Для вашего интеллекта Это знаете, как бы выглядело? Вы бы пришли на работу Зашли бы в аудиторию Они бы посмеялись где-то в уголочке Вы бы сказали Вот сучки, а, курицы Вы бы затаили обиду Не пошли бы с ними обедать Не, я не хочу сегодня кушать с вами, суки Затем через два дня Прорасла бы какая-нибудь ситуация И вы сказали Вот вы надо мной ржали А теперь вот я вам сделаю вот эту хрень Вы бы что-то не сделали по работе Они бы сказали У нас Людка какая-то больная Что она на такие простые вещи взяла и нас подставила Ну ее нахер И они тоже вам что-нибудь сделают И потом начинается в этом курятнике кудахтанье Через полгодика А всего лишь навсего Случилось то, что они тем самым утром Обсуждали парня, который к ним вчера клеился в кино И в этот момент зашли вы И вы со своими невротическими убеждениями Просто представили о том, что они подумали про вас И отсюда пошел весь скандал в офисе Вплоть до там серьезных последствий Вот таким интеллектом и вы живете Задумайтесь Поэтому я вам искренне рекомендую С сегодняшнего дня Не заниматься глупостями Додумыванием Со словами я знаю А задавать прямые открытые вопросы И задавать прямые конкретные проекции Проверку проекции Что смешного Что ты об этом думаешь А какое впечатление произвел А тебе понравилось Ребят, чтение мыслей по поводу сексуальной темы Как это выглядит? Я, наверное, ему не понравилось Он же промолчал То есть вы начинаете делать выводы Основываясь не на реальных фактах А основываясь на предположениях Блин, я так хочу с ним переспать Но он же подумает, что я проститутка Если я сейчас это сделаю А он себе-то думает Блин, как бы ей сказать о том, что я так ее хочу Но она же подумает, что я какой-то с корыстными целями Оба молчат Оба страдают А все лишь потому, что обсудить не могут Она хочет, но думает, что он подумает Он хочет, но думает о том, что она подумает В итоге никто ничего не делает Потом проходит полгода А она говорит Ну, что ты тогда ко мне не подошел-то Он говорит Да я подумал, что ты будешь думать о том, что я какой-то Только этого от тебя хочу Она говорит Прикольно, а я этого и хотела А что ты не могла сказать, дура Так я подумал, что ты обо мне плохо подумаешь Вот так это и выглядит Поэтому с сегодняшнего дня старайтесь быть честными С самим собой И честными с окружающими людьми Если вам что-то в голову зашло в виде проекции И вы думаете о том, что они думают Или думаете о том, что они могут думать Прежде всего, проверьте Только не надо быть Вот у нас тут есть некоторые ребята, которые любят перебарщивать Не надо переходить и всех мучить А что вы подумали? А сейчас вы что подумали? А это что вы подумали? А тут вы что подумали? А вот тут что подумали? А вот это вы так подумали? То есть, но без перекоса, без такого То есть, будьте все-таки адекватными, да, товарищи То есть, если вы почувствовали, что вы обиделись Подойдите и просто скажите Маш, ты знаешь, если честно Я сейчас чувствую Вот, например, смотрите Вы, если в офисе работаете И чувствуете, что у вас какой-то коллега Есть некоторое напряжение И вы думаете о том, что она о вас там думает Что вы там с Лючкой что-то мутите Бла-бла-бла, да? И она что-то какая-то странная Вам кажется в свое поведение там, да? И вы думаете, она наверняка что-то тоже там мутит Против меня там с Маринкой Вот чтобы не было искажений О которых я вам говорил чуть раньше Подойдите к ней на обеде Сядьте за столик Можно с тобой покушать? Да, конечно И потом задайте ей такой вопрос Скажи, Марин, ты знаешь Если честно, у меня такое ощущение, что ты на меня обидела за что-то Я тебя чем-то обидела Может быть я, конечно, преувеличиваю Но у меня такое чувство, что ты на меня злишься за что-то И вот Такой диалог Он будет способствовать Более правильному ответу Либо она скажет Ты знаешь, просто вчера произошла такая ситуация И начнется диалог И я подумала, что А ты скажешь Ой, ты знаешь, а я подумала, что я тебя просто чем-то раздражаю И вы начнете искренность И меняться искренностью И вот это очень важно Это из гештальтерапии Кто занимался гештальтом, да Это немножечко оттуда Но, тем не менее Это в проверке проекции Очень важно Именно в чтении мыслей у Альберта Эллиса То есть вы должны всегда Вот внутри Четко понимать Что вы не знаете до тех пор Пока вы четко не имеете фактов Это понятно? Ну что, нашли себя все Нашли себя все в этих семи убеждениях Поняли, как вы живете? Через какую задницу вы смотрите на мир Ну, ну Вот так вы и живете Самое ужасное, что Смотря через задницу на мир Вы эту задницу и видите И получаете Вот это самое забавное Ну и последнее скажение Это невыносимо дискомфорта Мое любимое Ну, как сказать, мое любимое Одно из Очень часто встречающихся В моих философских тезисах Убеждения Суть его заключается в том Что она научно называется Низкая толерантность к фрустрации Наверняка вы все слышали Слово низкая толерантность к фрустрации Или слово фрустрация Так вот, фрустрация Это преодоление дискомфорта Да, или сам дискомфорт Или ситуации Или обстоятельства Которые Вас попадают Либо в больное место Либо коробят Либо пытаются Вас вызвать Какое-то состояние Психологического дискомфорта Так вот Низкая толерантность К фрустрации Это способность Выдерживать Вот это состояние дискомфорта Очень много В моей практике За последние 5-6 лет Мы видим В тревожно-фобических неврозах И в панических расстройствах И в генерализованных Тревожных И в ОКР Именно нежелание Выдерживать дискомфорт Вот Кто занимался Когда-нибудь терапией Агорофобии И панических атак Тот прекрасно понимает О чем я говорю Сама по себе Паническая атака Дискомфортна Согласны? Сами по себе Упражнения Работы с агорофобией Дискомфортны Помните Там, где надо Пойти на улицу Раздробить улицу На части Вызвать этот страх Его прожить Усилить Вот кто этим занимался Тот понимает О чем я говорю И само по себе Оно не является Очень комфортным Но мы прекрасно понимаем Что именно Столкновение С зоной дискомфорта А именно С вегетативным напряжением И с панической атакой День За днем И является Системой терапии Поэтому Седьмое убеждение Невыносимых дискомфорта Оно является Определяющим В психотерапии Знаете почему? И оно же Определяется Оно же является Решающим В успехе в жизни Догадайтесь почему? Многим людям Дискомфортно Понимать Что у них невроз Многим людям Дискомфортно Испытывать Вегетативную Симптоматику Толерантность Дискомфорту Определяет Успех в жизни Как и вообще Рациональная терапия Скажите мне Пожалуйста Дискомфортно Ли утром Проснуться Поехать в университет Дискомфортно Ли проснуться Пораньше Приготовить себе еду Разложить ее В лоточки Взять ее с собой Дискомфортно Ли ее съесть В положенное время Дискомфортно Ли пойти После работы Спортзал Дискомфортно Ли утром Пробежаться Дискомфортно Ли Не сожрать Торт На день рождения Подруги Когда ты на сушке Дискомфортно Ли не жрать Углеводы Больше чем Тебе положено Дискомфортно Ли выдерживать Людей Которые не такие Как ты Дискомфортно Ли принимать То что люди Могут быть разными Дискомфортно Ли принимать Обстоятельства Которые ты Не можешь поменять Дискомфортно Ли преодолевать Напряжение На работе Дискомфортно Ли Ехать После тяжелого Рабочего дня На английский Потому что Тебе это надо Дискомфортно Ли Прийти на Вебинар В выходные И посвятить Три часа Послушать Меня И дискомфортно Ли потом Каждый вечер Сидеть И выписывать Свою работу Над ошибками За текущий день Все это Ребятки Дискомфортно И вы разделитесь На две категории 90% людей Не смогут Выдержать Этот дискомфорт И так или иначе Сольются И лишь 10% Продолжат И добьются Результатов Точно так же Спортзале 90% людей В фитнес-клубе Просто ходят туда Дурю маются Я их как не увижу Он жопу рвет Он что-то старается Он мотивирован Прошло Три года Ничего не изменилось Че-то туда ходит Че-то Че ты стараешься Че-то жопу рвет Че-то Че происходит Он орет И вот это третий год уже Я говорю, блин, что происходит Недостаточно месяц, чтобы в форму войти Чего он там кряхтит Третий год орёт Воняет, ходит, чего-то там Пыжится, значит, женщина Вот с такой жопой, значит, уже второй год Носится на беговой дорожке Чего ты делаешь Чего происходит с тобой Да эти два года можно уже в Освенцум превратиться В принципе Так вот Люди В большинстве случаев Они Ну сейчас про тренировки мы не будем Потому что они считают, что там есть много ошибок А я про дискомфорт, да Людям не свойственно Идти в зону дискомфорта Согласны? Вы Людям свойственно Сохранять зону комфорта И вот этому свойству Оно у нас, кстати говоря Физиологически зашито Имейте это в виду Поэтому вам придется тут немножко физиологию перебарывать Да Когда у вас возникают зоны страха Метро Лифты Самолеты Автоматически организм что будет делать? Организм автоматически будет говорить Не надо идти в зону дискомфорта Ну его нахер, зачем? И вот здесь человек отличается от животного Именно тем, что животное не пойдет В ту зону, где ему дискомфорт Он скажет, что я дурак, что ли? Я лучше обойду А вот у человеческой жизни Интеллектуальная эволюция и развитие Оно как раз предполагает Что мозг развивается в зоне дискомфорта В нашем виде спорта У нас есть такие медальоны И там написаны сакральные фразы У меня одна клиентка даже татушку себе такую сделала No pain, no gain Нет боли, нет роста Это применимо к спортзалу непосредственно Потому что мышечная Как я помните, вчера говорил Стресс, который даст импульс к мышечному росту рефлексорному Он должен быть болезненным для мышечного волокна веротина Соответственно, этот стресс Он всегда болевой в спортзале Через не могу, как говорится Вот, собственно говоря, no pain, no gain Было рождено именно в тренажерном зале Но на самом деле Если вы рассматриваете это философски С точки зрения рациональной терапии Системное сталкивание себя Зоны дискомфорта И умение преодолевать зону дискомфорта Во всех сферах, которые я вам сейчас описал Начиная с душного автобуса и душного лифта Заканчивая людьми, которые вас не понимают Вот, если вы помните, да, там, критику, которая разворачивалась в мой адрес, там, 3-4 года назад Да, там, не так давно опять этот долбанный идиот, простите, да, там, разослали по моим подписчикам предложение что-то купить по какой-то акции И, безусловно, это полная подстава, там, ничего такого, ничего там не происходило Но я к этому отношусь уже совершенно по-другому Не как 5 лет назад Это обычная правда жизни Автобус летом без кондиционера Турбулентность в самолёте Странное поведение людей Стечение обстоятельств Например, я вам могу рассказать, как у меня утро в пятницу началось Сначала мне пришлось... Не буду, ладно В общем, наша жизнь – это одно сплошное выдерживание обстоятельств И вот стрессоустойчивость, помните, да? Стрессоустойчивость – это способность не создавать себе стресс То есть, автобус без кондиционера сам по себе не стресс Пока вы не начнёте лежать на этой самой тумбочке и говорить Какой кошмар, какой пипец, я не хочу этого терпеть Понимаете? Точно, понимаете, о чём я? Спасибо То есть, вы должны для себя чётко понять одну простую штуку Что если вы не готовы и не хотите выдерживать Спасибо Выдерживает дискомфорт Вегетативный Эмоциональный И иногда поведенческий со словами Надо проснуться, пойти погулять по собаке Надо убраться, помыть посуду, постирать Вытащить свою жопу из дома Вот если вы уходите от малейшего дискомфорта Начнётся жопа жопская Всё Вот у нас семь убеждений Давайте посмотрим на ваши записи Какие убеждения вызвали у вас недопонимание Я не хочу, чтобы сейчас кто-то в группе Посмотрите, пожалуйста, на ваше убеждение Которое вы записали Оценочное осуждение Ой, простите Должествование Оценочное осуждение Катастрофизация Перфекционизм Обобщение и чтение мыслей Невыносимый дискомфорта Какое из седьмого Из седьмых Из семи Убеждений У вас непонятно Что вызвало непонятно Обобщение А что конкретно непонятно Перфекционизм немного не поняла Давай я повторю А что было непонятным в перфекционизме Перфекционизм Это история Где ты предъявляешь к самой себе Завышенные требования Причём применяешь эти завышенные требования Не по адресу То есть ты предъявляешь к себе Постоянные требования идеала В ситуации Где этого идеала быть не нужно Например, выносишь мусор идеально Идеально идёшь по улице Пытаешься сделать вещи Которые в принципе Идеальными быть и не должны То есть ты путаешь Сферы жизни Где можно Преломить напряжение И быть достаточно эффективным С абсолютно пустыми Сферами жизни Где этой идеальности И не нужно Понятно? Катастрофизация Это всего лишь привычка Да Всё иррациональное мышление Это вообще, Лена Одна большая привычка Я вам так скажу Что вы не родились С этими семью искажениями Вам Вы этим семи искажениям Научились Я вам подскажу У кого Когда вы родились Сначала вы учились Определяющим Искажениям У мамы и у папы Затем появились Воспитатели в детском саду Затем детки в детском саду Там какие-то кумиры Авторитеты Затем появилась Первая учительница в школе Затем авторитеты В школьном классе Затем авторитеты В школьном классе Увеличивались Увеличивались Просмотр кинотеатра Кинофильмов И журналов В общем В итоге Значимые лица Явились для вас Теми самыми авторитетами У которых вы Схватили Разное количество Убеждений И установок И сделали из этого Свой микс Убеждений Свой микс Установок Примерно так Какой вариант Мышления При невыносимости Дискомфорта Ну мы об этом Чуть сказали сейчас Тут нету Какого-то конкретного Мышления А если тебе надо Технологичнее ответить Технологично Это выглядит так Я вынесу Это напряжение Я потерплю И нет в этом Ничего страшного То есть Ты просто должен Себе дать ответ О том Что да Мне дискомфортно Да Мне неприятно Но не все В моей жизни Должно быть Должно быть Комфортно Не все В моей жизни Должно быть Приятно Я могу потерпеть Не развалюсь Ничего страшного Не произойдет От того Что я напрягусь И потерплю Если клиенты Говорят Что я не хочу Напрягаться И терпеть То скорее всего Им никто Не сможет помочь В принципе В психотерапии Потому что Клиенты Живущие По принципу Чиктрак Я в домике Это слишком Сильный Инфантильный Гедонизм И конечно Психолог Будет пытаться Показать Клиенту Этот инфантильный Гедонизм И привлечь Его к ответственности Ребятки Давайте пока С вопросиками Закончим Потому что Мне нужно Еще одну Философский Тезис Про выбор Вам загнать Это будет В самом конце Давайте тогда По технологии Про перфекционизм Если он Настолько Сильно Проявляется Что Делаешь Проект И что А в чем Вопрос В любом Случае Ты сейчас Будешь иметь Технологию По которой Тебе надо Работать Я вопросы Не очень Увидел Любой Перфекционизм Это перебор Смотрите Давайте Теперь По технологии Значит Вы Должны Завести Тетрадь Рабочую Тетрадь Разделив Тетрадь На 4 Колонки Колонка Первая Называется Ситуация Ситуация Являются Те обстоятельства В которых Вы испытали Какую-то эмоцию Например Мне наступили На ногу Начальник Сказал Что я Дура Муж Натоптал Ногами На полу Это Первая Колонка Записывается Ситуация Вторая Колонка Описывает Вашу Реакцию В этой Ситуации Например Подралась Закричала Испугалась Повела Себя Так То Так То То Первые Две Колонки Описывают Ситуацию Первая Колонка Ее Общее Понимание Вторая Колонка Описывает Телесное Эмоциональное Поведенческое Проявление Это Понятно Третья Колонка Здесь Вы Должны Выписать Себе Строчку Семь Искажений Ну Просто Циферку Первое Второе Третье Четвертое Пятое Шестое Седьмое Ну С отступом И найти Все Семь Искажений В данной Конкретной Ситуации Например Мама Не должна Так Была Говорить Потому Что Она Считает Меня Дурой Это Неправильно Мама Должна Всегда Говорить Идеально Третье Я Вам Рекомендую Так Если Вы Будете Заниматься Без Меня То Все Семь Будет Вам Сложновато Если Вы Будете Заниматься Без Меня Давайте Начните Хотя Бо С первых Четырех Должествование Оценочное Суждение Катастрофизация Перфекционизм В принципе Вот эти Четыре Искажения Если Вы Сможете Самостоятельно Прорабатывать Уже Будет Хорошо И Хорошо Во многом Понятно Соответственно Давайте Сориентируемся Хотя Бо На Четырех Я Не Должна Иначе Я Дура И Меня Вообще Уволят У Меня Все Должно Получаться Хорошо Или Мой Муж Не Должен Так Говорить Иначе Он Не Любит Меня И Мы С Ним Разведемся И так Далее То есть Хотя бы Начните Видеть Первые Три Четыре Искажения В том Как Как вы Создали Ваши Эмоции Хотя Бо Три Четыре Это Понятно Вот Посмотрите Сейчас На Ваши Ситуации Которые Вы Записали Вчера Вечером И Попробуйте Предположить Что за Убеждение И вы Увидите Найдите Хотя Бо Должен Он Не Должен И Это Значит Или Я Такая Если Я Не Должна Ну И так И Четвертая Колонка Она Называется Новый Рациональный Ответ Или Новое Понимание Ситуации В этой Колонке Вы Также Пишите Циферки С первого По семи И Здесь Вы пишете Сочинение Хочу Рассказать Несколько Секретов Напоследок У нас Остается Не так Много Времени Секрет Заключается В том Четвертая Колонка Называется Рациональный Ответ Или Формирование Нового Адаптивного Мышления Здесь Вы также Выписываете Семь Пунктов Но Вы Из этих Семи Пунктов Должны Сделать Сочинение В идеале Конечно То есть Вы должны Дать Короткую Такое Сочинение С С С С Основной Заключением Со Словами Я Обосную Тебе Почему Ты Не Права В Этой Ситуации Ну Например Задайте Задайте Мне Любой Пример Я Покажу Как Когнитивный Терапевт Насколько Я Могу Импровизировать Уже В рациональном Ответе Задайте Мне Любое Искажение Долженствование Любое А я Из него Сделаю Целое Сочинение Любое Любое Искажение Давайте Вот это Оставим Муж Отказался Есть То Что Приготовила А Какие Здесь Искажения Давайте На Муж Остановимся Подождите Какие Искажения Муж Отказался Есть То Что Приготовила А Ну Давай Тогда Я Сам Додумаю Слушайте Внимательно Муж Отказался Есть То Что Я Приготовил Смотри Было Бы Неплохо Если Б Мой Муж Употреблял Все Что Я Ему Не Положила Бо В Тарелку Но Я Прекрасно Понимаю Что У него Могут Быть Свои Аппетиты Свои Вкусы И Свои Взгляды Тем Более Они Могут Меняться Когда Он Любил Это А Потом Он Этого Больше Не Любит Я Прекрасно Понимаю Что У него Может Быть Разное Настроение И Он Может Просто Не Не Голоден И Получу От Него Ответ Если Я Получу Ответ Что То Что Я Приготовил Ему Не Нравится То Я Скорее Всего Постараюсь Узнать А Что Конкретно Случилось Не Так Либо У него Просто Плохое Настроение Либо Просто Ему Не Подошло По Вкусу Либо Я Действительно Где-то Переборщила С Полное Право Ошибиться А Он Имеет Право На Отсутствие Аппетита Или Ему Плохое Настроение Это Не Определяет Ни Меня Ни Его Как Людей На Будущее Мы Будем Просто Обсуждать Это И Если Ему Что Не Понравится Я Буду Рационально К Один Секрет Слышали Как Много Я Сейчас Говорил А Вот Татьяна По-моему Написала Всего Лишь Навсего Одну Ситуацию Коротенькую Из Четырех Слов Муж Не Ест То Что Положила Смотрите Какой Широкий Многогранный Ответ Я Вот Сейчас Вам Показал Хотите Секрет Один У Меня Есть Много Клиентов Порядка 80 Человек Занимается Каждую Неделю И Там Многие Занимаются По-моему Дивиди Курсу Где Тоже Кстати Говоря На моем Дивиди Курсе Собрана Вот Эта Технология Это На самом Деле Она Там В Печатных Методичках Есть То Если Вы Хотите Когнитивную Терапию На Бумажках Что Называется С Видеоподсказками Это Мой Дивиди Он Сейчас Есть В Электронном Виде Если Его Приобрести То У вас Будет Как раз И Видео И Методички Они В Электронном Виде Сейчас Но Сейчас Не Об Этому Так Что Если Хотите Приобретайте У вас Будет Еще Такая Технология С собой Как Греться На Сайте Можно Приобрести В Электронном Виде О Чем Я Говорил Я Говорил Следующим Что Сейчас Подожди Что Есть Один Секрет Секрет Номер Первый Заключается В том Что Вам Надо Писать Писать Дневнике И Секрет Номер Второй Заключается В том Что Есть Две Категории Людей Есть Категории У которых Получится Быстрее И У которых Получится Медленнее И Я Хочу Сейчас Привести Плачевный Факт Только Вы Пожалуйста Не Обижайтесь Если Вы Обладаете Широким Словарным Запасом Вам Справиться С неврозом С помощью Когнитивной Терапии Будет Очень Очень Быстро Если Вы Костный На язык И Ваш Рациональный Ответ Граничится Было бы Лучше Если бы Она Так Не Делала Но Я понимаю Что Она Делать Так Может Хорошо Было бы Чтобы Я Не Ошибался Но Я Имею Право На Ошибку Если Вашего Словарного Запаса Хватает Только На Это То Конечно Ваш Мозг Скажет Вам Так Ага Сейчас Вот Здесь Будет Как раз Ответ И Маленький Секретик Альберт Элес И Арон Бек Они Сделали Технологию Которая Помогает Людям Стараться Многогранно Смотреть На эту Ситуацию А Следовательно Многословесно Отвечать Почему Ты Не Права Поэтому Когда Вы Будете Печать Писать Себе Рациональное Воззрение На ситуацию Постарайтесь Переборщить Вот Как Я Сейчас Да Вот С Татьяной И С едой Видели Что Я Вот Попытался В целом Многогранно Охватить Ситуацию С планом Действий С Какими То Тезисами Такими Да Вот Тогда Мозг Будет Просто В шоке Он скажет Да нет Причин Для Беспокойства Все Смотри Как Круто Разложено Чего Ты Парился Дебил Вот Когда Ваш Мозг Скажет Чего Ты Паришься Дура Потому Что Вы Разложите Мозгу Все Реально Вы Забудете Про Свой Невроз В принципе Потому Что Сейчас Ваше Беспокойство Заключается Только В том Что Вы Себе Не Можете Обосновать Что Ваша Ситуация С Мужем С Работой С Деньгами С Детьми Не Является Тупиковой Безвыходной Надо Уметь Себе Обосновывать Чтобы Уметь Обосновывать Используйте Все Семь Тезисов Которые Я Вам Сейчас Накидал И Вот Эту Табличку И Самое Главное Это Практиковаться 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 И Практиковаться Понятно Да Надо Уметь Да Вечером То есть Вы собираете В течение дня На диктофон Записываете Или на Этот самый На черновик Какие-то Короткие Ситуации Да А можете Сразу После ситуации Если у вас есть На это время Сразу Сесть И по горячим Следам Как говорится Разобрать Что не так Тут Зависит Зависит От вашего Образа Жизни Да О том Как вы Работаете А есть Клиенты Которые Прям Сразу Начинают Да Там Что-то Случилось Она Куда-то Пошла Села Начала Писать А есть Клиенты Которые Надиктовывают Себе Быстро На диктофон Пока Это Свежо Потом Приходят Вечером Там Сходят В душ И Минут Там Пятнадцать Двадцать Пишут Сакральные Сочинения Крайского Алексея О том Какая Она Сегодня Была Плохая Девочка Потому Что Она Разозлилась И Переборщила Там То Там То И Там То Значит Да Выбирайте Любой Формат Главное Чтобы Вы Писали Такое Конкретное Сочинение Назовется Почему Люся Ты Переборщиваешь И Я Вам Слово Даю От Нашей Ассоциации И Ассоциации Когнитивно Пуденческой Психотерапии Что Если Вы Будете Каждый Вечер Самодисциплинированно Писать Находить Искажения И их Опровергать То Вы Уже Через Месяц И даже Меньше Почувствуете Как Минимум Очень Сильное Меньшее Напряжение В теле И Меньшее Напряжение В жизни Хотите Проверьте Статистику Тут 54 Человека Какое То Количество Здесь Ребят Которые Занимаются У меня В группе Ребят Кто У меня В группе Начал Заниматься Когнитивно Терапией Которую Я сейчас Рассказывал И почувствовал Облегчение Напряжения В целом Жизни Дайте Об этом Знать Каким То Знаком Чем То Вот Надо Спасибо Большое Надо Просто Этим Заниматься Надо На 180 Чего ты имеешь Ввиду Не очень Понимаю Надо Просто Этим Заниматься Каждый День Самодисциплинарно Развивать В себе Это И вы Увидите Да Будет Все Меняться Меняться Будет Потому Что У вас Остывает Помните Градус Внутри И вы Начинаете Думать Ну и Последнее Что я Хотел Сегодня Вам Технологии Будут Вопросы Я могу Завершить У меня Просто Подфинал Я хотел Очень важный Такой Момент Вам Напутственный Дать Потому Что Это Последний Вебинар В этом Году И мы С вами Увидимся Онлайн Только В Январе Феврале Уже Слушайте Меня Туда Внимательно Да Когда Ты будешь Тренировать Новое Мышление Оно Со Временем Станет Новой Привычкой Вот Я Сейчас Уже Не Представляю Как Можно Понять Ситуацию Как Будто Я Знаю Что Думают Другие Понимаешь Лер Я Сейчас Не Представляю Себя Катастрофизирующим Что Потому Что Я Не Знаю Будущего Для Меня Это Настолько Стало Естественным Как Реальность Она Есть Реальность Просто Я Эту Реальность Раньше Не Видел Но Я Правда Не Знаю Будущего Я Правильно Правда Преувеличиваю Это Не Трансерфинг Где Вы Пытаетесь Вообразить Что-то Невообразимое Потом Это Поместить В Реальность Да Это Это Абсолютная Рациональная Позиция Ведь Согласитесь То Что Мы Сегодня Обсудили Это Не Является Чем-то Эзотерическим Из Ряда Вон Это На самом Деле Система Работы Над Ошибками Понятно То Это Не Трансерфинг Под Названием Думай Позитивно Это Не Позитив Синклинг Это Рациональное Мышление Позитивное Мышление И Рациональное Мышление Это Разные Вещи Позитивное Мышление Это История Все Будет Хорошо Ты Справишься У тебя Все Получится Аллилуйя Да А Это Ну Кому-то Это Прикольно Рациональная Терапия Задает Много Вопросов И Говорит Давай Посмотрим Факты А Давай Взвесим А так Ли Это Ужасно Ну Давай Предположим Что Может Самого Худшего Но Так Ли Это Драматично Почему Ты Не Можешь Это Выносить А Кто Скал Что Он Должен Где Это Написано То Есть Рациональная Терапия Это Логика Философия И Развитие Способности Понимать Ситуацию Мудро Понятно Не Просто Так Далай Лама 14 Третий Раз Приезжает К Арон Беку Не Просто Так Потому Что Далай Лама И Арон Бек Не Просто Так Дружат Потому Что По Секрету Вам Сказать Когнитивная Терапия Она Является В принципе Той Некой Рациональной Серединой Которая Является Технологично Очень Приближенная К буддизму Некому Принципу Середины Кто Изучал Тибетскую Культуру Кто Изучал Тибетский Буддизм И Вообще Буддизм Такое Центральное Классическое Направление То Вот Это Некая Серединный Путь О которой Принц Сиддхарта Как раз И Говорил Который Потом Стал Буддой Вот Это Некое Рациональное Восприятие Мира И Некое Философское Воззрение На то Что Мы Говорим Оно Очень Приближенно К тибетской Культуре Очень Просто Но Это Не религия Это Просто Такая Некая Наука Об Эмоциональном Управлении И Если Вы Прилетите В Лхасу В Драмаха Это Как Ее Ну Неважно Короче Любую Резиденцию Далай-Ламы Либо В Китае Которую Изгнали Либо Уже Вот В Индию Да В Непал То В Катманду То Будете Говорить С людьми Об этом То Вы Увидите Очень Много Когнитивной Терапии Кто Был В Индии Кто Изучал Этот Вопрос Увидите Что Очень Много Похожего Не Просто Так Это Действительно Некое Рациональное Восприятие Мира Некий Такой Серединный Путь Но Я Не Об Этому Хотел Вам Сказать Слушайте Меня Внимательно Помните Я Вчера Вначале Вам О том Что Такое Слово Choice Выбор Вот Мы Завершим Сегодняшнее Мероприятие Следующими Моими Словами Никто Не Может Вас Разозлить Никто Не Может Вас Обидеть И Вы Не Можете Никого Разозлить И Обидеть Только Мы Относимся К тому Что Нам Сказали Через Нашу Призму Понимания Мира И Убеждений Ровно Также Ваши Слова Интерпретируются Людьми Через Их Призму Понимания Мира И Если Вы Приняли Решение Расстроить Себя Отношением Собственным К происходящему Это Ваша Проблема Вас Не Может Ничто Обидеть Вы Можете Обидеть Ся Морфология Ся Это Себя В русском Языке Yourself Myself В английском Соответственно Тут Надо Понимать Что Вы Сами Причиняете Себе Стресс Сами Причиняете Себе Слезы Сами Причиняете Себе Панику Сами Причиняете Себе Депрессию Как Вы Это Делаете Зачем Вы Это Делаете Вы Сами Понимаете Ситуацию Драматично Безвыходно Апокалиптично Оценивающую Сами В шоке От того Как Вы Ситуацию Поняли Мозг Говорит Так Точно Мы В Глубоком Пространстве И Начинаются Проблемы Потому Что Мозг Убежденный Что Вы В шоке В безвыходности Будет Спасаться Бегством И Вы Вот Это Спасание Бегством Внутри Чувствуете Стоит Вам Поменять Отношение К ситуации Где Вовсе И Не Безвыходно Все Где Вовсе Не Так Все Драматично И У вас Не Будет Вот Этого Чувства Внутреннего Это Первое Второе Выбор И Ответственность С Сегодняшнего Дня С 20 Декабря Те Кто Были На Этом Семинаре Те Кто Будут Смотреть Записи Я Хочу Чтобы Вы Несли Выбор И Ответственны За то Как Вы Понимаете Ситуацию И Если Тебя Кто Разозлил В данном Слочи Если Ты На Кого То Обиделся Посмотри В Зеркало Прежде Чем Кого То Обвинить Потому Что Ты Несешь Ответственное За то Как Ты Понимаешь Эту Ситуацию Да Мы Не Роботы Мы Можем Плакать Мы Можем Злиться На Автомате Мы Можем По Автомата Много Что Делать Но Мы Должны Понимать Как Мы Это Делаем Да Я Тоже Не Робот И Я Тоже Могу Испытывать Разные Эмоции Но Я Прекрасно Отдаю Себе Отчет В том Как Я Сейчас Понимаю Ситуацию И В чем Она Является Как Она Во мне Рождается И Я Этим Управляю Я Не Довожу Это Без Осознанного Какого Рассматривать Это Как Тупиковое Безвыходное Драматическое Я Всегда Стараюсь Найти Выходы Я Всегда Стараюсь Найти Пути Решения И Третье Вадим Вадимович Путин У него Есть Два Очень Важных Навыка И Два Очень Важных Секрета Его Эффективности Первый Секрет Эффективности Вадима Вадимовича Заключается Как раз В этой Семерке Он Не Рассматривает Ситуации По Работе Как Апокалипсис Катастрофу Безвыходность И Тупик Он Рассматривает Их Исключительно Холодным Эмоциональным Взглядом Путем Планирования Потому Что У него Нету Этих Семи Искажений Очень Жестких И он Может Сохранить Самообладание Для принятия Решения И Второй Навык Который Есть У Вадима Димовича Это Не Затягивать Решение Может Взвесить Подумать Но Решение Должно Быть Принято Большинство Наших Клиентов Затягивает Принятие Решения Формирует Так называемые Внутренние Конфликты Внутренние Напряжения В противоречии Вадим Вадимович Старается Этих Противоречий Избегать Потому Что У него Есть А И Б И Он Для себя Достаточно Быстро Взвешивает Как Принять И как Поступить В этой Ситуации Без Затягивания То есть Если надо Кого-то Уволить Это Не будет Размываться На полгода Со словами А вдруг Он Исправится А может Он Поймет Если Решение Внутреннее Принято То Оно Должно Быть Реализовано В действии И Чем Быстрее Вы Реализуете В действии Принятое Внутреннее Решение Тем Быстрее Вы Освободитесь Напряжение И тем Больше Тем Больше У вас Останется Время На Жизнь Другую Принятие Внутреннего Решения Является Главным Тезисом Решения Внутренних Конфликтов Когда Вы сможете Сделать Свои убеждения Более Гибкими Вам Внутреннее Решение Принимать Будет Проще Но Вслед За Внутренним Решением Очень Важно Действовать И я Хочу Чтобы Вы После Сегодняшнего Дня Поняли Что Будущее Зависит От Вас Воспринимайте Ситуации Взвешенно Рационально Не Перебарщивайте С эмоциями Через Систему Контроля Взвешивайте Для себя Принимайте Для себя Внутреннее Решение По Тому Или Вопросу И Действуйте Согласно Этому Внутреннему Ощущению И Если Вы Будете Действовать Согласно Внутренним Ощущением И Не Будете Перебарщивать С эмоциями Будете Эффективными Чего Я Вам И Желаю И В заключении Выбор Каждую Секунду Каждый Час Каждый День Вы Выбираете Как Подумать И Как Поступить И Никогда Не Перекладывайте Ответственность За Этот Выбор На Кого-то Никаких Автоматизмов Никаких Накрываний Нет Это Ваши Эмоции Это Ваш Страх Это Ваша Депрессия Это Вы Выбрали Это Вы Выбрали Депрессировать Себя Это Вы Выбрали Тревожить Себя Ты Села В Самолет И Выбираешь Думать Так Что Это Создает Тревогу Так Выберите По-другому Сядьте В Самолет И Выберите Не Думать Об Этих Катастрофах И Ужасах Выберите Думать О том Куда Вы Летите Какие Планы Действия Будут Когда Вы Прилетите Потому Что Ничего Это Не Изменит Не Выбирайте Уходить В Катастрофизацию Не Выбирайте Требовать Не Выбирайте Преувеличивать Не Надо Это Выбирать Это Ваша Ответственность И Выбирайте Принятие Решений И Не Затягивайте Я Надеюсь Вы Меня Услышали Спасибо Вам Огромное Что Вы Пришли На Этот Вебинар И Я Постарался Его Технологичным Сделать Показать Вам Немножко Глубоко Чем Я Занимаюсь Я Надеюсь У меня Получилось Донести До Вас Ту Философию Которую Я Занимаюсь Своими Клиентами Я Рад Что Вам Понравилось Я Вижу Что Вы Поняли Что То Да Спасибо Спасибо Что Пришли Не Пожалели Этих Двух Тысяч Рублей И Не Пожалели Своего Времени Самое Главное Я Надеялся Я Надеюсь Что Для Вас Теперь Много Стало Понятным Теперь Практикуйтесь Ну Да Если Вам Еще Вместе С Другими Вебинарами То Он Уже Есть В Копии На Сайте Без Невроза ТВ Пожалуйста Вы Можете Приобрести Спасибо Вам Большое Увидимся Следующий Вебинар Будет В следующем Году Скорее Всего Спасибо Все Новинки Будут На Сайте Все Новинки Будут Вконтакте Подписывайтесь У меня Есть Перископ Найдите Меня В Перископе Там Очень Часто Онлайн Трансляции Я Введу Набор В группе Буду Где-то В Январе Спасибо Я Надеюсь Вы Теперь Поняли Что Стрессоустойчивость Это Ваш Выбор Как Реагировать На Ситуацию Спасибо Увидимся С Вами Пока До Свидания Спасибо Пока Субтитры